Доброго утрища! Ну что же, на самом деле страшно представить сколько времени прошло, сколько времени прошло с прохождением бесконечного лета, которое мне не понравилось в итоге вот это вот все, хотя удивительно, люди в комментариях пишут, что, ммм, чел, игра, людям понравилась не сама игра, а то, что в нее можно пихнуть множество модов и множество модов с классными сценариями. Ну классно вообще, офигенный конечно аргумент, без оригинала всего бы этого вообще-то не было, и сначала должно было взлететь бесконечное лето, нежели модификации к нему. Вот, и мне, значит, говорят, то есть тут достаточно хоррорный сюжет от Суномику. Собственно, ее мы и попробуем быстренько поиграть. Так, хватит скрипеть тут. Пройдем ее и забудем о бесконечном лете, как о страшном сне. Так, у меня есть гайд. Если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, концовка она одна, и она короче оригинальной игры. За раз я, может, наверное, это дело и не пройду, но за два, надеюсь, достаточно быстренько. Так, это мы держим на всякие пожарные и запускаем игру. Смотрим, что там по звуку будет. Чего-чего, а музло в этой игре огонь, вот этого не отнять. Что это? Угу. Угу. Давай. Угу. Угу. Давай. Так, думаю, по громкости нормальным. Вот эта тема вообще классная. Инструменты. Ещё говорили, что здесь можно Konami Code ввести в начале. Ну, вообще, именно в меню особо ничего интересного нет. Хотя текст высокого контраста это может быть на самом деле полезно. Как вспомню обновление The Cat Lady, ужас вообще. Так, пролог мы немножко быстренько пробежим. Потому что он очень затянутый. Ладно. Может всё-таки громковато. Мне опять снился сон. Этот сон. Каждую ночь одно и то же. Но на утро, как обычно, всё забудется. Может быть оно и к лучшему. Останутся только туманные воспоминания о приоткрытых, словно приглашающих куда-то воротах, рядом с которыми в камине застыли два пионера. Я опять про камин. Я молодец. В камне. Два каменных пионера. Это как, знаете, объявление, как снять двушку. Читаешь там, не двушку, а девушку. А ещё странная девочка, которая постоянно спрашивает. Ты пойдёшь со мной? Пойду? Но куда? И зачем? Да и где я вообще нахожусь? Конечно, случись всё на самом деле наяву, стоило бы непременно испугаться. Как же иначе? Но это всего лишь сон. Тот самый, который я вижу каждую ночь. А ведь всё это неспроста. Не обязательно знать где и почему, чтобы понять, что что-то происходит. Нечто, оттяненно требующее моего внимания. Ведь всё окружающее меня здесь реально. Реально настолько, насколько реальные вещи в моей квартире. Я бы мог открыть ворота, услышать скрип петель. Смахнуть рукой осыпающуюся ржавчину. Потянуть носом свежий прохладный воздух и поёжиться от холода. Вот не знаю, говорил ли я в прошлый раз. Не было у меня таких снов. Люди иной раз в книжках, в фильмах говорят, этот сон был как реальный. Этот сон был как реальный. Но ты, конечно, каждый сон думаешь, что ты в реальности. Но ощущение, что, бля, оно было как в реальности. После того, как просыпаешься. Нет, такого ощущения не было никогда. Ладно, ругаться мы не будем на всё, что ругались в прошлый раз. На некоторую нелогичность и мнение главного персонажа. Мог бы. Но для этого надо сдвинуться с места, сделать шаг, пошевелить рукой. А ведь это сон, я понимаю. Но что дальше? Что изменит моё понимание? Ведь здесь, словно по ту сторону потрескавшегося экрана старого телевизора, который из последних сил борется с помехами и селится показать зрителям всё, не упустив ни малейшей детали. Но вот картинка теряет чёткость. Наверное, скоро просыпается. Может быть, спросить у неё что-то? И тут я понимаю, что я не понимаю, а что же мне нужно выбрать? Наверное, то, что выделено. Скорее всего, да. А потрясающий гайд я, конечно, качнул. Качнул, открыл, да. Впрочем, это лучше, чем схемы непонятные. Они иной раз слишком запутанные. Так. Может быть, что-то у неё спросить? У девочки. Как же её зовут? Например, про звёзды. Хотя, почему про звёзды? Можешь спросить про ворота. Да, про ворота это интереснее. Да, про ворота. Вот-то она удивится. Я лучше про букву Ё. Хорошая была буква. Как будто её больше не... Господи, чел, ты такой... Так, да. И какое отношение буквы, ворота и звёзды имеют к этому месту? Ведь если мне каждую ночь снится этот сон, который потом всё равно забудется, надо искать разгадку здесь и сейчас. А вот если присмотреться, можно увидеть Магелланово облако. Словно попал в южное полушарие. По сне всегда больше волнует мелочи. Естественный цвет травы, невозможная кривизна прямых. Так, я с этим не согласен. Естественно, ведь здесь нельзя умереть. Я точно знаю, что делал это сотни раз. Но если нельзя умереть, нет смысла жить? Надо похебать. Надо спросить у девочки, может она местная? Да, именно. Спросить, например, про сову. Больно уж птица с тортью. Я не думал, что всё будет так плохо с самого начала, господи. А впрочем, не важно, вот именно. Ты пойдёшь со мной? И каждый раз надо отвечать. Иначе никак, иначе сон не закончится, а я не проснусь. Это интересное заявление. Это интересно. Я так понимаю, здесь нужно выбрать, нет, я останусь здесь. Если я правильно понимаю данный гайд. Каждый раз так сложно решить, что же ответить. Где я? Что я здесь делаю? Кто она такая? И почему от ответа на этот вопрос зависит так много в моей жизни? Или не зависит? Ведь это просто сон. Просто сон. Просто сон. И таком эхом. Просто сон. 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 Клавиатура почему-то без русского языка. Замавно. Ах. Мышно-рожденный. Ах. Мышно-рожденный. Мышно-рожденный. Ах. Инструмент не он. Неодушевленный кусок пластика и текстолита. А я. Наверно в этом есть доля правды. Сижу на анонимных имиджбордах, аськах и целой сотне других ресурсов. А людей по другую сторону как будто бы не существует. И они всего лишь плод моего больной фантазии. Если посмотреть со стороны на мое существование, то какие мысли покажутся не столь бредовыми, а какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов возможно выпишет направление в желтый дом. Так. Значит в военкомат он не ходил вообще, да? А до обследования то его бы уже отправили. Живут же люди. Маленькая квартирка без следов какого бы то ни было ремонта или доподобие порядка. Вот условия моей жизни. Серые дни одинаковые. За компом. Конечно все начиналось не так. Я родился, пошел в школу, все как у людей. Поступил в институт, где кое-как промучался полтора курса. Работал на паре-тройке разных работ. Иногда даже неплохо и даже получая достойные деньги. Однако все казалось чужим, словно списано в биографии другого человека. Я не ощущал полноту жизни, она словно зациклилась и продолжала идти по кругу. Значит у тебя очень пустой внутренний мир, чувак. Как тюрьме день сурка. Только у меня не было выбора, как именно провести этот день и каждый раз все повторялось по одной доле схеме. Съеме пустоты, уныния и отчаяния. Последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компом. Иногда были халтурки, иногда помогали родители. В общем, на жизнь хватало. Это не мудрено, ведь потребностей у меня немного. На улицу не выхожу. С людьми общаюсь по интернету. Короче говоря, достаточно типичная жизнь, достаточно типичного социального человека своего времени. Обломов двадцать первого века. Может быть маститый писатель напишет обо мне роман? Не напишет, потому что о тебе никто не знает. Или напишу я сам. Впрочем, нет, что себя обманывать. Изучал я множество других вещей. Рисовать не дано. Программировать надоело. Иностранные языки долго и скучно. Любил разве что читать, но даже при этом никогда бы не назвал себя орудированным человеком. Да, зато он будет всю игру ставить себя выше других. Именно потому что считает себя умным, да. Я был асом в просмотре аниме. Плати бы мне за это деньги. Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни, типичного неудачника. Именно сегодня мне нужно ехать навстречу институтских товарищей. Можно ли человека, который не работает и живет дома не выходя на улицу считать неудачником? Ну, я бы мечтал о такой жизни. Мне бы тоже много не надо было. Работал бы только комп и оплачивался бы интернет, конечно. По правде говоря, не хотелось идти на встречу институтских товарищей. Да и какой смысл, если вместе с ними отучился всего ничего. Однако меня в сажу уговорил друг, бывший одногруппник. Продолжение следует... Вечер, мороз, остановка Ожидание автобуса Не люблю зиму Впрочем, лето жаркое Тоже не моя стихия Не вижу смысла выделять Какое-то одно время года Не столь важно, какая погода на улице Если ты целыми днями сидишь дома Ну, тут я соглашусь, наверное В такой ситуации Автобус сегодня задерживается так сильно Что я уже был готов плюнуть на все В мозгу, как всегда, релиз Миллионы мыслей Ничего Дельного Можно заняться бизнесом Ага Мечтай Или пойти работать в офис Ну уж нет Может попробовать фриланс Халтурки, это разве не фриланс Что я умею, кому я нужен Вдруг мне вспомнилось детство Или скорее юноша 15-17 лет Почему именно это время, не знаю Наверное, потому что тогда все было проще Было проще принимать такие сложные сейчас Такие простые тогда решения А вообще не понимаю Тут о чем он Да, по-моему наоборот Ну, ладно Проснувшись с утра Я четко знал, как пройдет мой день А выходные ждал с нетерпением Играл компьютер Футбол Слышался с друзьями А потом Когда наступит новая неделя Вновь примусь за учебу Ведь раньше не возникало Этих мучительных вопросов Зачем, кому это надо Возникало И еще как Так Время беззаботного детства Тогда же я встретил первую любовь Стерлась из памяти ее внешность и характер Первая любовь Забыл нахуй Красавчик вообще Теплота, нежность, золание, заботиться Общаться, защитить А кто она, я не помню Гениально Знаешь, что это продолжалось так недолго Сейчас с трудом могу представить что-то подобное Наверное, хочется познакомиться с девушкой Только не знаю, как начать диалог О чем вообще с ней говорить Чем заинтересовать И подходящих девушек я давно не встречал В интернете девушек нет, как известно Звук работающего двигателя вернул меня к реальности Подъехал автобус Какой-то он не такой, мелькнула мысль Впрочем, какая разница По этому маршруту ходит только 410 Говорят, что это отсылка К какому-то мему 410-й автобус А наставка огонь, конечно Огни прилетают мимо Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике водителя Но я ее не слушал Ну, я и никого не слушаю, да Я смотрел в запотевшие окна автобуса и машины Люди куда-то спешат, им что-то надо Погруженные в свои дела Обо мне не думают Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы А может, им живется лучше Знать наверняка нельзя Люди разные Или не разные Какие-то поступки предсказуемы Но, пытаясь заглянуть к ним в душ Видишь лишь непроглядную тьму Автобус приближался к центру И мои мысли Прервал яркие свет огни большого города Сотни рекламных вывесок Тысячи машин Миллионы людей Я смотрел на это светопредставление И почему-то безумно хотелось спать Закрылись всего на полсекунды Сотни рекламные вывесок Главный короляк Славя Леда Леда Алиса, господи, я их всех помню даже Внезапно в советском лагере Мику О, Юлю видно Она была уже на заставке, интересно Прикольно Не скончай бы жара День первый Музыка Ну да Начались-то странные дела Ох, сейчас приходы будут у главного героя Сейчас еще немножечко попробую Ускорить начало Потому что начало тут тоже сумасшедшего Главного героя А там уже будем читать спокойненько Глаза Ударил яркий дневной свет Сначала не обратил на это внимание Так как еще не до конца проснулся Ноги сами понесли меня к двери Черт Похоже, проспал остановку На двери не было Я глядел автобус и понял, что это непривычно Меня потрепанный видавший вид А самый настоящий икарус Меня сковал ужас Как? Что? Я умер? Сразу умер Меня похитили? Нет, точно умер Я лихорядочно ощупал свое тело Несколько раз больно ударил ладонями по щекам Сильно приложился лбом о спинку кресла Ясно Либо я все еще жив Либо на том свете тоже чувствуешь боль Но как такое могло произойти? Может быть я спал слишком долго и меня увозили в депо? И потом что? Пересадили на другой автобус? Я выскочил на улицу и огляделся Везде куда ни глянь бушнувалась зелень Высокая трава На обочине дороги деревья, цветы Лето! Ну как же так? Только что была зима Нестерпимо болела голова Как будто готовая взорваться Постепенно я начал вспоминать Длинная дорога уносящая вдаль Леса степи, поля, озера, вновь леса Кажется я спал, но почему тогда все помню сейчас? А потом Провал Какая-то девушка склонилась надо мной Она нежно нашептывает что-то на ухо Потом опять провал Короче ни хрена он не помнит вообще-то Я очнулся здесь Кто же эта странная девушка? Или она мне просто приснилась? Почему-то от воспоминаний о ней мне становилось хорошо и спокойно Может быть Это она привезла меня сюда? Да, прям за рулем авто 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 автобуса Надо ее найти И лучше всего искать подальше отсюда Кстати, а кто это? Какая девушка тут склонялась? Что-то он потом вспоминал на эту тему А ведь еще кто-то шуршал в лесах Может это Юля тогда? Вот как бы в целом Вовсюду Это же самая труевая концовка На Юлю Лучше искать подальше отсюда Почему? Если она была здесь, она тебя привела Почему? Привезла Почему? Лучше искать подальше отсюда О бля Это будет тяжело Я дернулся влево Потом вправо Потом остановился в нерешительности И наконец побежал в направлении Откуда предположительно приехал автобус Я быстро выдохся Я быстро выдохся Вспомнив И самое истязание автобуса Я тоже отбросил эту идею Я не сплю и не умер Вдаль уносилась узкая дорога через поле Та самая из моего сна Наверное я очень далеко от дома И дело даже не в том, что вчера была зима Сейчас Потому что не наесть лето Дело в окружающей природе Конечно, летом обычно так и есть Зелено и жарко Но тут все какое-то не такое, как в реальности Словно сошедшие из картин русских пейзажистов 19 века Трава слишком уж сочные Кусты не такие, какими должны быть Кусты Пышные Сквозь них ничего не разглядеть Как кроны деревьев, ей-богу А уж сами деревья До леса было довольно далеко Но казалось, что они сомкнуты в стройные ряды И только и ждут приказа, чтобы начать отступление На отступление на поля и степи А в чем именно проблема-то? Я отдышался, посмотрел на автобус Почти скрыв все из виду Неплохо пробежался Страх накатил с новой силой Видите? Лэп Значит тут есть люди Хотя что это значит? Ветеранным счетом ничего Почему в аду не может быть линия электропередач? Я недавно жаловался на это в Пейнкиллере Почему в аду Человеческая архитектура? Но Никто же не доказывает обратного, конечно Жарить грешников на угле в прошлый век Похоже я дошел до той точки невозвращения Когда надо либо уже сходить с ума Либо все-таки пытаться понять что происходит Стоит пока выбрать второй вариант Я направился назад к автобусу Страшно Вряд ли найду разгадку в полях В лесах Надо смотреть местность внимательнее Кирпичная ограда с воротами С которыми красовались надпись совенок По бокам статуи пионеров А рядом на вывеске номер маршрута 410 Сегодня рельс что-то затянулся Усмехнулся я Человек попав в экстремальную ситуацию Иногда начинает вести себя неадекватно Я же всегда от себя так веду Возможно сейчас со мной происходит что-то подобное Место казалось совсем не заброшенным В ворота не заржавели Кладка не осыпается Совенок Что может так называться Судя по статуям пионеров Наверное детский лагерь Причем лагерь действующий Естественно самое простое объяснение Как всегда ничегошеньки не объясняет Незнакомка изменившийся автобус Лето пионер лагерь В голове за долю секунды Проносились тысячи теорий От похищения над планетянами До литургического сна От галлюцинаций До сдвига пространства и времени Ни одна из них не была хуже другой Но остановиться на какой-то одной Было просто невозможно Тут меня осенило Попробую позвонить Я достал мобильник Набрал первый попавшийся номер Однако вместо палочек приема на экране Горел жирный крест Ладно возможно в такой глуши связи нет Но не попал же я сюда один Автобусы ведь сами по себе не ездят Автобус который ездит сам по себе Кстати у меня же есть такой рассказ Недописанный Надо дописать Там что-то осталось совсем Дописать и забыть Я обошел его со всех сторон Он убедился что это не галлюцинации Коми грязи на днище Ржавчина Краска Потертая Да именно такие тебя возят непонятно куда Если заснешь У меня вырвался нервный смешок А где же водитель? Я осторожно пересел на бордюр рядом с автобусом И принялся ждать Попрошу На поребрик Хе-хе-хе Хватило меня ненадолго Кажется волнение достигло пика и потихоньку начал сходить с ума Наверное в подобной ситуации любой человек испытывал бы что-то подобное Да мы поняли Вот это вот стоило уже вырезать Напланетяне да Такая фигня в голову приходит И уже все так и закончится Моя жизнь Закончится Настолько всего хотел Тут его накрыло Он Упал На траву И начал верещать Я все равно соколачиком и начал кататься по траве Но мои крики слышали безмолвные статуи пионеров Через несколько минут удалось взять себя в руки В голове немного прояснилось В очередной раз Взял передышку Если бы меня хотели убить то убили бы уже На опыты тоже не похоже Но честно говоря не согласен Если ты считаешь что тебя украли инопланетяне Поместили в виртуальную реальность То это похоже на опыты да Да Вскоре паника прошла Конечно бы в висках одражения рук никуда не исчезли Но я в очередной раз Прояснился Сейчас от меня все равно ничего не зависит Поэтому сколько ни думай не накручивай себя От этого станет только хуже Пока не появятся какие-нибудь факты Строить догадки не стоит В любом случае околачивается здесь Ничего не узнаю Судя по всему этот лагерь Если это конечно лагерь единственное место Где могли быть люди Поэтому я решил пойти туда И уже почти дошел до ворот Как оттуда выглянула девочка В пионерской форме Логика меня не подвела Впрочем пионерская форма в двадцать первом веке Встречается только в сэкшопах Впрочем девочки здесь Я застыл на месте и не в силах сделать ни шагу Очень хотелось убеждать Ведь это девочка Подальше отсюда Подальше от девочки От статуи От птицы Просто бежать, бежать свободно Да мы поняли Бежать, да мы поняли Бежать куда угодно Тем временем девочка подошла ближе И улыбнулась Ее красоту я не мог не отметить Даже трясясь от страха Человеческие инстинкты работают вопреки созданию И если только 5% мозга отвечает за мыслительную деятельность То остальные 95% всегда заняты поддержанием жизнедеятельности В том числе и обеспечивают стабильное функционирование гормональной системы Мне так мучительно хотелось быть проще Не думать протокольными фразами из большой советской энциклопедии Я же такой не орудированный Угу Но мысли появлялись в мозгодном за другой Глупые, неуместные, словно выдернутые изнутреннего монолога Героя древнего детективчика Или визуальные новелки Приятное славянское лицо Длинные косые, похожие на две толстые охапки свежего скошенного сена И голубые глаза, в которых, казалось, можно утонуть Привет, ты, наверное, только что приехал? Давай Пробуем отвечать Нам же нужно Не отвечать Совершенно, конечно, не помню, что я выбрал в прошлый раз По большому счёту Нам не важно, что Выбирать сейчас Хотелось бы для разнообразия попробовать что-то другое, но я не помню Вот такие дела В любом случае, давайте мы всё-таки будем в лагере-то дружелюбными А чё, вообще без понятия на кой хер это всё Эээ, ну да Что ж, добро пожаловать Она широко улыбнулась Странно, но предо мной как будто совершенно обычная девочка Эх, не стоило вообще сюда возвращаться Слушай, шо, лиса Да, от девочек подальше А что дальше? Пытаться общаться с человеком, бежать или чё? В голове невыносимо стучала кровь Что смешного? Девочка откинула меня взглядом По спине побежали мурашки, задрожали коленки Ой, ничего Ну и славно Славно? Что-то может быть славного? Внезапно захотелось плюнуть на всё Забыть о стоящем сзади автобусе Вчерашней зиме и будущем лете Скинуть чесоточный свитер И просто поверить, что всё это на самом деле так и надо Что так и должно быть, что всё это в конце концов к лучшему А ты наверное знаешь Тебе кважатой надо, она всё расскажет Смотри Сейчас идёшь прямо-прямо, доходишь до площади Затем налево будут домики Она показала сторону в рот, как будто я знал, что за ними Ну, спросишь у кого-нибудь, где домик Ольги Дмитриевны Я... Я всё понял? Естественно, ничего я не понял Вот дурында А мне пора Девочка помахала мне рукой и скрывалась за воротами Казалось, что я для неё что-то такое... Нормальное Весь этот цирк со автобусом, путешествиями во сне и наяву волнует только меня Здесь всё так, как и должно быть Пожатая пионерская форма Они что, здесь устроили историческую реконструкцию? Тоже вариант Надеюсь, на этой площади я не увижу Ленина на броневике Хотя сейчас меня это не удивит Постояв немного, я направился в лагерь Двукань через 50 метров слева, словно из-под земли, выросло небольшое одноэтажное здание Вывеска гласила клубы Я уже было собирался пойти поближе, как вдруг открылась дверь и оттуда вышла невысокая девочка в пионерской форме На её красивом лице, как мне показалось, муки за судьбу всего человечества смешались с прям-таки вселенской грустью Увидишь меня, девочка замерла, будто бы от испуга Я застыл на месте, думая, как лучше поступить, подойти первым или подождать, пока она сама проявит инициативу Или всё же бежать Подальше от девочек Хотя именно этот вариант подкинул постоянно личностям самосохранения Самосохранение! Спасайся от девочек Здесь девочки, о боже Трипаки, сифилис, беременность Ах, надо валить Не самый плохой человеческий инстинкт, но всё же далеко не самый логичный Ну, у тебя, да Сыграем партию в покер с дедуктивными способностями, результат был бы известен заранее Вот как раз эти способности, или некоторое их жалкое подобие, подсказывали, что эту девочку бояться не стоит Неожиданно из соседних кустов выскочил кто-то Девочка в ярко-красной футболке с надписью СССР Как точно соблюдал ант... Начинается Как точно соблюдал антураж эпохи Издалека она оказалась совсем маленькой и, наверное, по волонству была младше И той пионерки у ворот, и этой на пороге клуба Ау, па-да-па-па-да Я собрался всё-таки подойти, как вдруг СССР, как я мысленно прозвал её, подскочила к первой девочке и начала что-то говорить, при том яроста размахивая руками Та же, в свою очередь, смутилась, потупила взгляд и ничего не ответила Я бы, наверное, так и наблюдал их занимательный диалог, но СССР вдруг достала что-то из кармана и начала трясти этим перед лицом первой девочки Этим оказался кузнечик «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- от дома или вообще в другой реальности ведь реальности то все окружающие оказалось настолько реальным хоть и несколько приукрашенным что я уже начал иногда забываться вдруг вся моя жизнь до этого всего лишь сон что теперь делать идти искать домик ольги дмитриевны мать твою я ковырял носком ботинка трещины в плитах которым была вымощена дорожка бесцельно смотрел на здание клубов еще немного и все-таки придется что-то решать да и тут я вспомнил как катался по траве и рыдал меня передернул от отвращения на подумал повторить данный опыт это еще один инстинкт видимо мой выбрал инстинкт потому что откуда ни возить появилась решимость понять что же здесь происходит а для этого необходимо насколько возможно если себя по-мужски да просто по-человечески не ронять достоинства я шел по дорожке слева и справа в той домике по видимо жилища местных пионеров интересно куда же он пошел по дорожке но наверное все таки прямо на как положено было и спецнаружи они выглядят довольно уютно я сам хоть и родился в советском союзе никогда не было ни пионером не даже октябренком и представлял себе опыт обычного пионер лагеря несколько иначе огромные бараки с рядами железных коек подъем в 6 утра по сирене не я видел один детский лагерь это конечно уже был не советское время но я себе не так это представлял бараки с железными койками но подъем побудка с трубой должна быть я считаю не по сирене правда одна минута на то чтобы заправить кровать и затем построение на плацу а он про армию ланг стоп или я чем-то путаю неожиданный удар по спине я пошатнулся но стоял на ногах развернулся уже приготовился стать героем спасая свою жизнь но передо мной стояла всего лишь еще одна девочка от удивления открыл рот челюсть с пола подними я закрыл рот даже пионерская форма только на ней она сидела скажем так вызывающе как и все последующие девочки которых я встретил здесь это было весьма симпатичный но слишком надменное выражение на ее лице сразу отбила у меня всякое желание познакомиться поближе новенький значит ну ладно увидимся она грозно стрельнула в меня глазами прошла мимо я подождал пока пионерка скроется за поворотом мало ли что она еще могла выкинуть самое интересно что даже эта враждебная девочка показалась мне совершенно нормальный мне не ощущалось какой-либо смертельной опасности разве что страх получить по носу смертельной и так я все-таки добрался до площади ленина с брови не веком там не оказалось хотя после всего случившуюся вполне мог мог этого ожидать зато в центре возрушался памятник неизвестному товарищу конечно не известно потому что его фамилия ошибка нет и каретов фамилия это имя гендо какой-то партийный деятель сказал герой который мы это конечно отсылка статуя но сказал герой который имеет черный пост просмотру аниме так забавный финт сюжета просто по бокам стояли скамеечки довольно уютненько подожми сказать это девочка налево или направо лево направо на право чем что дойду я же решил казаться нормальным ну да значит направо а да он сам значит повернул не туда куда надо молодец через пролесок вышел на пристань наверно не туда свернул ой так тебе не сюда я обернулся на голос перед у нас стояла та первая девочка я же тебе сказал придет налево на площади а ты куда пошел перед центром и несколько форм она не сменилась на купальник а я ж так и не представилась не славя на ура я попал да ты попал в эти выходные пройдем сценарий меку не знаю на раз я его смогу вообще осилить а вроде меньше дней но наверно все таки на два я свободные выходные вообще полное имя славяна но все меня славой зовут и ты тоже зави а я все еще был несколько растерян так что на более смысле ответа меня не хватало а тебя казалось взгляд пронизает меня насквозь а я семён очень приятно семён ладно я уже заканчиваю что же она делала куда же срочно надо было пойти видимо испугался подожди меня тут я переоденусь и пойдем коллеги дмитриевне хорошо после этих слов она куда-то убежала если на мостик и встретил ноги воду мне были теплые зимние ботинки на в такую погоду промочить ноги не страшно ты с ботинками вообще окунулся более того это хоть немного меня охладила смотря на реку я размышлял о происходящем если это что-то вроде тайного заговора то он довольно странные а местами и дружелюбно чересчур и все же больше похоже на случайность какую-то очень непонятную случайность пошли рядом со мной стояла славя вновь одеты в пионерскую форму пошли в этом лагере совсем недолго но из всех встреченных она вызывает наименьшее подозрение хотя сам этот факт уже подозритель сука мы вышли на площадь по ней друг за друга бегали ссср девочку дальше меня по спине это у них игра что ли такая ульяна хватит бегать ульяна хватит бегать я сегодня дмитриевне расскажу намеку по инструкции естественно естественно иначе как бы как иначе вообще как я бы и так уже не стал в это играть но если как бы посоветовали папа посмотреть этот маршрут окей я я гляну заинтриговали есть гражданин начальник я решил не расспрашивать до поры до времени славе о происходящем местных обитателях лучше сначала добраться до этой таинственной ольги дмитриевны она у них главное вроде бы мы шли сквозь ряды почти одинаковых строений некоторых из которых напоминали пузатые пивные бочонки а иные хозяйственные сараи сюда прикольные такие ангарики маленькие там только каждую ветку сверяю лучше а зачем мне каждую ветку сверять тут все четыре выбора сделать у меня есть четкий план в по схеме нихера не понятно я на гуглил план там написано и вариант выбирайте все все это чуть-чуть а где она у меня вообще а я понял почему у меня нет вот она вот первый день надо всего лишь взять ключи в прологии только сказать нет я остаюсь здесь как бы немного больше всего на четвертый день так точно первый вопрос имеет значение да но больше ничего делать и не надо так мыши сквозь среды одинаковых строений на славе остановилась перед небольшим одноэтажным домиком словно картина художника выцветшая местами облупившись от старости краска сверкала на солнце при открытой ставне еле заметно качались на ветру а по краям росли огромные кусты сирени сирень боже в питере до сих пор сирень еще ну она конечно обсыпалась но она еще видит цветов она еще цветет она красивая хренеть сколько это уже продолжается три недели казалось что это ветхая хижинка словно утупает в пурпурном барахатном шторме а сирень как стихия неотвратимо уничтожает жилище вожатой что стоишь пойдем славя вывела меня из раздумий и хватит издеваться на длины трены как оказалось это тоже отсылка какой-то немощный персонаж р.н. кузбассе тоже просто я привык в перми очень быстро все цветает на недельку раз и все там все остальное начинает свести а тут что прямо сиренит до хрена ну да я тут удивляюсь местному климату пока еще не знаю кажется в домике кто-то есть и точно через мгновение дверь распахнулась оттуда выбежала ульяна и принеслась мимо все также хитро улыбаясь за ней вышла девочка с хвостиками лена не обижайся ты на нее за 4 зовут лена ну не рена и на том спасибо все таки арена так она и на дворин ну в общем ладно какая-то ссылка который тоже надо знать тут надо все знать да я не она не закончила фразу покраснела и быстрыми шагами направилась в сторону площади я почему-то захотел обернуться и проводить ее взглядом славя сказала пойдем мы зашли в домик внутри он выглядел примерно так как я себе его представил две кровати стол пара стульев простенький ковер на полу шкаф шкафа я а вон справа ничего особенного но при этом создалось ощущение домашнего уюта хотя в плане порядка эта комнатка недалеко ушла от моей квартиры вожатая конечно огонь прибраться и видимо никогда возле окна стояла девушка лет 25 на вид внешностью вместе с фигурой и и природа не обделила хоть одна вещь в этом пандемониуме не может ни ранее не радовать красота и и обитателей почему пандемониуме почему просто почему пришел такие отлично меня ольга дмитриевна зовут я вожатая рена янда ротянут у нас очень приятно семён я решил говорить так словно все происходящее со всеми не удивляет она подошла ближе мы тебя с утра ждем ждете меня да конечно а когда автобус следующий будет а то я а тебе зачем действительно зачем мне похоже прямые вопросы задавать не стоит они могут вызвать совсем не ту реакцию чтобы мне хотелось да и ответы вряд ли я получу да нет просто интересно а кстати где мы находимся ну адрес там я родителям хотел письмо написать что удачно добрался мне почему-то отчаянно казалось что удастся что-нибудь выяснить если буду подыгрывать им так мне твои родители полчаса назад звонили тебе привет передавали вот это номер значит можно им позвонить а то я перед отъездом забыл сказать кое-что нет она мило непрознужденно улыбнулась и почему у нас телефона нет так как же они сюда позвонили я только из райт центра вернулась там с ними и поговорила между прочим полчаса до райт центра судя по всему на легковушки на местный может все таки в сторону откуда автобус приехал предположительно и сходить ну заняло бы это ну хотя есть скоростное шоссе ну полтора часика походил бы я не знаю два добрался бы до райт центра наверно полчаса позвонить по делами позаниматься не только дорога на автомобиле занимает столько времени я думаю можно на волге мы же выяснили так точно я об этом и говорю а мне можно как-нибудь в этот райцентр нет она все так же улыбалась почему потому что следующий автобус будет только через неделю автобус автобус на волге не дает проект как же вожатая тогда сумел добраться туда и обратно я решил не спрашивать ответа все равно бы не последовал чего он взял что ответа бы не последовать либо да не последовало бы да он очень много додумают живет в своем мерке все это время славя стояла рядом со мной оказался не находила нашим разговоре ничего такого ой надо тебе форму подобрать не имея руном счетом никакого желания наряжаться в пионерские шортики и завязывать нелепый как разный галстук но и ходить в зимние одежды летом тоже не лучшие не волга для членов ну да да спасибо интересно только я не считаю странно что такую же руку кто-то ходит в пальто и зимних ботинках ладенько я побежала тогда а ты пока можешь познакомиться с лагерем вечером приходи на ужин не забудь этими словами она вышла из домика не даже не вышла выпорхнула и остался наедине со своей мне тоже пора дела наверно еще покупаться пойдет ты походи осмотрись впрочем увидимся вечером если в этом не скрыто никакого подвоха или угрозы вот такая реальность на лице славе реальность на лиц в лице славе так тороплюсь такая реальность в лице славе мне начинает нравиться все больше впервые сзади не понял что здесь ужасно жарко хотя очевидно виной тому зимняя одежда я снял пальто и кинул его на кровать за ним отправился из свитер и остался в одной рубашке господи я был все это к херам перри писал он бы заметил что сука жарко стало бы когда в первый раз попробовал бы побежать от автобуса хотя с другой стороны пробовал был в моем варианте бежать наверное нет может быть попробовал бы побежать какой-нибудь другой момент хотя он бы уже переоделся когда ладно не суть говоря что у него очень зимняя обувь у него еще ноги должны бы отваливаться на самом деле он же потом еще так сильно жаловался на физическую усталость после физической работы он после этой пробежки сейчас бы вообще у него ломота началась в скором времени еще я вспомнил ладно неважно короче переодеваюсь вот так куда лучше ничего не осталось кроме как воспользоваться советом пойти осматривать лагерь заодно по дороге попытаюсь что-нибудь выяснить проходя через местные жилой квартал я видел идущего на встречу пионера именно пионера не пионерку и в этом царстве амазонок есть мужчины булькать в обуви то точно должно было ну теперь да теперь булькать потому что он там это в воду окунул обувь оказывается у мужчины это сильно сказано электроник привет ты новенький наверное семён да а ты откуда смысле откуда уже все знают я кстати электроник настоящий может меня так и звать электроник настоящий маразм крепчал почему ясно ульянка мне еще сарежка зовет сыроежкой не подосиновиком фамилия такая сарежкин а ясно давайте я тут все покажу я согласился так как изучать окрестности одному куда дольше ну ладно давай о ща другой вариант выберем и мы вновь оказались на площади будь то в этом лагере других мест нет на одной из лавочек сидела лена и читала какую-то книжку электроник уверенным шагом подошел к ней лен привет это новенький семён знакомься буйка начал он привет ну можно заочно знакомы она на секунду оторвала глаза от книжки посмотрела на меня покраснела и вновь принялась за чтение слов не замечая что мы все еще здесь ладно пойдем дальше я было удивился что все знакомство ограничил с парой слов но потом решил что так и надо неуемная активность электроника и скромность слена не лучшие сочетания пойдем мы вышли к некой постройки в которой сразу познал столовую а как он это опознал извините а вот это я понял здесь вы принимаете органическую пищу личная шутка но что-то вроде того на кольце столовой стояла недружелюбная девочка который до этого ударил меня по спине от этого мое шутливое настроение в миг куда-то исчезла действительно сейчас не самая подходящая ситуация чтобы прикалываться над этим пареньком хоть он весьма потешим чем же он так потешим сначала надо понять что к чему и где вообще нахожусь а вот она алиса двачевская ты с ней поосторожней он говорил шепотом никогда не называю 2 ч чё ты сказал как ты меня назвал кажется она услышала мгновение ока алиса спрыгнул с крыльца и метнулась в нашу сторону ладно ты дальше сам как-нибудь электроник бросился бежать так что только пятки на сверкали я не знаю зачем мы не бежать за ним но это выберу а ну смысле бежать от нее но сделаем это только потому что прошла собирают другой вариант и сейчас нам это ни на что не повлияет ну к нашей концовке я решил что не хочу еще раз сталкиваться с этой агрессивной девочкой алисой и бросился вслед за электроником выбежав на площадь я потерял его из виду но и двачевская за мной не гнулась а я думал она его догнала между прочим впрочем не стоит ее так называть даже про себя отдышавшись я задумался о причинах своего поступка господи яндера цундеры почему эти два чистый так любят таких ненормальных девчонок вообще агрессивных каких-то которые тебя нихера не любят просто без башки нравится им понимаете ли до дышавшись я задумался какого хрена еще куда-то побежал ну девочка но агрессивные чё зачем бежать так и не найдя ответа я сел на лавочку ставился на памятник генди потому что сами корзиночки 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 интересно похоже оставшееся время до ужина мне предстоит коротать в одиночестве я решил пойти на восток по крайней мере туда где находится восток в моем мире как ты-то определил камон амфу блять некоторое время оказался около футбольного поля все равно мы пошли на футбольное поле было бежать там шел матч посмотрю пожалуй немного в детстве юности я довольно неплохо играл самый даже подумал о присядной карьере но несколько травм подряд отбили меня желание рисковать здоровьем ради туманной перспективы так я так я просто нахер не понимаю как же он ушел в затворничество если он был активным спортсменом хоть тем более таким активным что было несколько травм подряд что он блять даже отучился ну мысли как он вполне себе учился что даже работал деньги зарабатывал как он все равно взял и упёкался в затворничество домой по солнцу если его видно легко определяется и каким же образом как минимум хотя бы для этого надо бы пожалуй знать время наверно окей в полдень солнце примерно наверху с утра там он будет на востоке до вечером на западе мы не знаем ни времени и в каком положении находится солнце относительно всего этого в детстве юношестве я довольно неплохо играл сам и даже подвал профессиональной карьере не желал рисковать после этого здоровьем на поле бегали дети совершенно разных возрастов вот мальчик лет десяти девочка лет 14 девочка так это же ульяда но футбол играть чё удивительно и эту неугомонностью так он же не один час здесь находится да и чё от этого не легче я стоял довольно далеко от поля но на все же меня заметила и ты крикнула ульянка играть будешь я не знал что ответить с одной стороны ничего страшного побегать минут 10 другой в моей ситуации любой неверный шаг может оказаться фатальным да еще одну травму тут же получу из-за футбола не 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 заодно еще психологически движение солнца можно заметить сейчас бы сейчас бы сидеть и смотреть так солнце вроде бы подвинулся тут правее значит мне налево да на восток ну бред же ну комон но в любом случае одет я был явно не по погоде играть в этих зимних ботинках теплых джинсах и меня можно будет выжимать от пота а играть босиком в трусах неэтично давай другой раз крикнул я ей развернулся и пошел назад а ульянка вопила мне вслед что ли то то ли про трусы то ли про труса постепенно свои права начал ступать вечер который нес с собой усталость и опустошение от бесцельно прожитого дня не знаю я вижу измени уже за час это надо короче так окей да хорошо наш главный герой гений он смотрит на солнце регулярно наблюдает а зиму ты всю хуету окей не говорю о том что он такой идиот что ему надо пойду-ка я на восток а как насчет просто спокойненько все обойти я не понимаю я я идиот а он гений вечереет но не на картинке я вернулся на площадь все на лавочку и бессиленно вдохнул почему бессиленно буду сидеть здесь и ждать ужина видимо он все обошел молодец в конце концов искать ответы лучше сытым их же тут кормят верно а ведь интересно как самые простые потребности человека отбивать желание мыслить стремиться к чему-то вот я чувствую голод и меня уже меньше волнует где что со мной неужели великие люди тоже подвержены подобному опять же с этим я тоже не соглашусь много раз я просто отказывался от еды хотя есть я хотел и это в общем-то ни на что не влияло но если денек полтора-два в общем-то не есть то наверное может такое и будет он явно столько здесь не ходит превращает людей в рабов остается только один вывод я невеликий человек и мне в принципе все равно в какой машине быть шестеренкой социуме матрицы нет чувак тебе видимо не все равно раз ты придумаешь теории заговоров мысли оборвала музыка заигравшись динамика прикрепленного к фонарю наверняка это сигнал к ужину я направился в сторону столовой благо теперь знал где она на крыльце стояла ольга дмитриевна я поздравляю прошел час как мы играем час и он меня сука выбесил уже не один раз на крыльце стояла ольга дмитриевна я остановился пристально уставился на нее словно ожидая чего-то она тоже некоторое время смотрел на меня но потом все же подошла семен чё стоишь проходи наверное ничего страшного не случится если я пойду с ней вообще-то тебя предлагают пройти без нее такое решение одобрил и мой желудок мы вместе зашли внутрь кстати сколько тут мальчиков мальчиков есть они такие если правильно понимаю тут он с прикольными с бирюзовыми волосами однако лысенький кто-то справа это наверно вот он главный герой мы нашли его справа сверху лысенький паренек это наш сорокалетний замечательный пионер как мы в прошлый раз определили это он все мы вместе зашли внутрь столовая представляла из себя столовую мне все время доводилось бывать заводской столовой в свое время это была в точности такая же разве что почище поновее железные стулья столы кафель на стенах и на полу не отличающиеся изысканностью потрескавшаяся посуда где-то на заводе кафель на стенах и на полу в столовой блять я был в четырех заводах нет там кафелей наверное такой должна быть столовая в пионерлагере особенно представляю какие звуки издают стулья когда их выдвигают и задвигают такой гам стоит просто кошмар семен сейчас подожди мы тебе место найдем она окинула взглядом помещение стой два червская ольга дмитриевна прикрикнула на проходящую мимо алису а ты как одета а как я одета действительно наряд ее был несколько вызывающим это мы поняли немедленно приведи в порядок форму ладно ладно алиса поправила рубашку прошла мимо бросив на меня не очень пристальный взгляд не очень приятно и так куда бы нам тебя посадить свободных мест было не так уж и много давай вот сюда кульяне это может не надо да точно как раз уже и еда стоит непонятно чья правда не оставалось ничего другого кроме как согласиться конечно была некая доля вероятности что летах я откураю твою мать а вместо компота мне налили отличный антифриз а ты попробуй но выглядело так аппетитно что я никак не мог устоять так нам сейчас надо нам сейчас надо как-то противостоять ульяне ну-ка эй чё тебе спасибо довольно грубо ульянку сидевшую рядом почему с нами футбол не стал играть я не в форме сказал я показываю на одежду а ну тогда ладно ешь однако есть было нечего с тарелки пропала котлета это могла сделать только она не точнее это не мог сделать никто другой кроме ульяны отдай котлету котлету отдай голосом этого качество лена печкина это моя котлета большой семья рта не раздевай отвернулся и нет котлеты отдай кому говорят так нам не надо пытаться отнять иначе будет плохо нет умею смотри действительно тарелка ульянки была пуста похоже есть это маленькая девочка также быстро как и котлеты ворует ты не расстраивайся сейчас чтобы опять все равно прекрасно мой вариант ответа ни на что не повлияет она схватила мою тарелку бежала куда-то я надеюсь она не сделает это догонять ее не было смысла если уж они хотят меня отравить это может сделать куда проще примерно через минуту ульянка вернулась протянула мне тарелку на которой лежала дымящиеся котлеты вот тебе голодающие поволжья спасибо только и смог сказать я все поздравления вмиг развеялись подозрение как мне хотелось есть я подцепил к цвету вилкой и нет ни на что не повлияло всего вас коллапендра а чей это рот мне вообще погибать толку вот от этого всего что это какой-то жук нет не жук насекомое с ножками шевелится пойду-ка я в библиотеку энциклопедию возьму и выясню сука кто это тарелка полетела на пол разбилась дребезг стул падает больно ударил меня по ноге я с детства не до люблю насекомых только эти насекомые в тарелке это вообще перебор ах ты сучка ульянка готов похоже готовая к такому развитию событий уже стояла в дверях и смеялась так как будто услышал свежую шутку петросяна или как будто на джуниор из фильма трудный ребенок я прям вижу это сейчас я бросился за ней мы бежи выбежали столовой нас разделяло все несколько десятков метров и мне казалось что я легко догоню эту маленькую девчонку мы пробежали площадь помещение клубов выбежали на лесную тропинку я начал задыхаться странно что не раньше все же наверное стоило бросить курить алл еще и курит господи ульянка скрылась за очередным поворотом я потерял ее из виду просто не может быть что не мог ее догнать не может и все тут я стоял пытался отдышаться смеркалось кажется я заблудился ночью лесу мне явно делать нечего лучше вернуться в лагерь однако совершенно не представлял в какую сторону идти что же придется наугад я довольно долго полутал по лесу пару раз даже закрадывал смысле позвать на помощь но наконец за деревья показалось ограда лагеря все возвращается на круги своя автобус исчез тихо пробубнил я с одной стороны ничего странного не мог он тут просто стоять вечно с другой значит все был водитель автобусы не ездить сами по себе автобус который ездил сам по себе или ездят этот мир казался слишком нормальным но каждое явление здесь имела как минимум два объяснения обычные реальные повседневные и фантастические да конечно водитель мог просто отойти перекусить а я слишком быстро ушел и вот но в любом случае мне здесь не место самоходы этот автобус или нет это наверное важно но куда важнее то как я вообще сюда попал и куда это сюда уносящие горизонту поля и леса не давали никаких ответов в них не было ничего знакомого страны непонятный чужой мир но при этом совсем не страшный то ли взял сама тот инстинкт самосохранения то ли вся эта беготня по лагерю местные пионеры настолько убаюкали меня своей беззаботной нормальностью что я иногда просто забывал о том что со мной произошло буквально пару часов назад пару часов пару часов пару часов всего так прошло хотя возможно просто не оставалось больше сил волноваться хотелось тишины покоя просто отдохнуть от всего и уже потом со свежей головой продолжить поиски ответов это будет потом а сейчас умели я имею ли я права расслабиться уже совсем стенелый при любых раскладах ночевать лучше в лагере я уже собирался идти назад как вдруг кто-то без шума вынырнул у меня из-за спины привет что это тут так поздно передо мной стояла славя от неожиданности даже вздрогнул не догнал ульяну она улыбнулась я расстроена расстроена кинул головой и вдохнул он же так и не жрал неудивительно никто не может да уж девочка ракета прямо только вот сопла у нее в разные стороны ты наверное есть хочешь поужинать то не получилось действительно я совсем забыл о голоде но после этих ее слов мой желудок явственно напомнил о себе предательские заурча славя улыбнулась ну тогда пойдем разве столовая еще открыта да ничего у меня ключи есть ключи да у меня от всех помещений лагеря есть ключи откуда ну а здесь кто-то вроде помощницы вожатой понятно но пойдем от такого предложения грех было отказываться когда мы вышли на площадь славя внезапно остановилась извини меня на соседку предупредить что я попозже приду а то она сама такая пунктуальная может волноваться ты иди пока к столовой я через минуту хорошо ладно я никак не ожидал что в столь поздний час там может быть кто-то кроме меня это кто-то явно безуспешно пытался открыть дверь всякой задней мысли я поднялся на крыльцо злощиком оказалась алиса наверное стоило подождать сторонке она некоторое время пристально смотрела на меня потом сказала чё стоишь ты помоги что ли смысле смысле дверь открыть зачем булок я хочу с кефиром не наелась блин вот это кайфово конечно мне нравится булок я хочу с кефиром а может не стоит а ты сам не хочешь есть что ли ульякс тебе поужинать не дала вообще никому не дала она ехидно ухмыльнулась и правда не дала не дала так сейчас славя придет и чё похоже не спала мне этого говорить а почему тогда я отчаливаю аривидер чар его я тебе это припомню за тобой уже второй должок это какой был первый это какой-то за ней должок потому что мы сейчас ее предупредили что славя придет чё за хрень с этими словами алиса скрылась в ночи а первое то за что ага славя не заставила себя долго ждать все в порядке да почему ты спрашивай да нет просто лицо у тебя бледны не стоило рассказать об алисе все в порядке сказал я и тут же почувствовал фальшь своем голосе ну что пойдем а вот славя похоже ничего не заметила или по крайней мере сделала вид напомню при прошлом прохождении на шахту с первого захода вышел да только шахта шахта была максимально уебищная просто потрясающая я не понимаю зачем мы туда ходили о о коська коська а вот знаю похоже ничего не заметит хрюк мы зашли в столовую подожди я сейчас что-нибудь принес я про длительность какую длительность Ну? А-а-а! С первого захода, я не помню, было три стрима Я просто без понятия вообще Я сел на стул и принялся покорно сдать свою спасительницу Ужин мой был нехитрым Несколько булочек и стакан кефира Не мудрено, голодные пионеры, наверное, съели все подчистую Впрочем, это куда лучше, чем большая часть моего обычного рациона О, господи Пока я ел, Славя сидела напротив и смотрела на меня Что, у меня на лице что-то? Да нет, просто... Боже, взгляд у нее вообще как у привидения Она улыбнулась И как тебе первый день в лагере? Ну, я даже не знаю Глупо спрашивать ли человека, попавшего в одночасье в другую реальность Она не знает же ни про какую другую реальность Понравилось ли им меню в столовой, вожатые, койко-место? Ничего, скоро привыкнешь Славя мечтательно вставилась в окно По правде говоря, привыкать к подобному совершенно не хочется Но ведь она не знает, вот именно Или, по крайней мере, хочет, чтобы я думал, что не знает Ну, а так, вообще здесь мило Надо было как-то прервать неловкое молчание Да? Безинтересно спросила она Безинтересно? Да, здесь так Хотела сказать в стиле ретро, но я сдержался В конце концов, это для меня ретро, а для них Может, они о другой жизни не знают Если тут вообще уместно понятие жизни Как? Она внимательно посмотрела на меня Так, как будто от моего ответа зависело что-то серьезное Ну, я не знаю, мило Да, тут мило Пожалуй Она вновь улыбнулась Очень хорошо, что ты так думаешь Почему? Ну, не всем здесь нравится А кому тут не нравится, кстати, мне интересно А тебе? Мне? Да Нравится, тут здорово Тогда и не стоит обращать внимание на других Да я и не обращаю особо Славя рассмеялась Кажется, этот разговор уводил меня куда-то далеко Совсем не туда, куда я хотел попасть А вот ты волнуешься Да, почему? Ну, когда кто-то так сосредоточенно жует А, извини Да ничего Я никак не мог заставить себя быть более осторожным с этой девочкой Впрочем, почему именно с ней С любым местным обитателем Все они казались совершенно нормальными Приторно до зубной боли нормальными Не как человек-сосед с дрелью в одной руке И сабвуфером в другой Не как человек-пассажир Слишком уж часто встречающийся в метро И на земном транспорте Не как человек-коллега, обитающий за соседним столом в опенспейсе И даже не как человек-знакомый Который от других человеков Отличает слишком непонятной назойливостью Все они казались нормальными Такими, какими должны быть люди в моем понимании В твоем понимании? Интересно Вот это интересно Со всеми своими недостатками Но без сверхспособностей И таких вот человеков Кого-то там А Славя была еще и... Милой Я украткой посмотрел на нее Не знаю, что сказать Прости, хотелось показать тебе лагерь Но совсем забегалась сегодня Да, надо же было искупнуться Да я сам вроде ничего не пропустил Прямо-таки ничего-ничего Она улыбнулась так Что мне приходилось от смущения прятать глаза Ну, откуда я знаю Я же здесь первый день Хорошо, и что увидел? Площадь, столовую вот видел Футбольную площадку А пляж? Только издалека Обязательно сходи Или давай вместе сходим Ладно, сходим Естественность в Славе Уже начинала меня пугать А вот неестественность Не пугала бы ни в коем случае Вот это вот Такие Романтизированные машинальные ответы Какие-нибудь отсутствующие взгляд Вот нисколько бы не напугал А вот естественность ее Вот Это пугает Ну, я тут подумал Вдруг так все должно быть Вдруг весь этот мир Не понятен только мне А для них он Родной Может быть я попал в прошлое? Да, это бы многое объяснило А можно задать глупый вопрос? Нет Славе улыбнулся И встал из-за стола Уже поздно Сам дорогу до Ольги Дмитриевны найдешь? Найду Конечно Но зачем мне к ней? Поселят тебя к кому-нибудь? Зачем? Наверное со стороны Я выглядел глупо Потому что Славя рассмеялась Ну так спать-то тебе где-то надо? Логично Ладно, я побежал Спокойной ночи Спокойной Странно Че это она так внезапно? Действительно А че это она так внезапно? Мое внимание привлекла Связка ключей Торчавшей из двери Я было собирался догнать Славю Но где же она живет? Сто часа посреди ночи Во все подряд домики Показалась мне лучшей идеей Господи Вон эти ключи Будут всю игру держать Из себя Турында Так Нам надо взять ключи Все же лучше взять Завтра отдам А то мало ли Что тут по ночам творится Да Алисы всякие Ходят голодные Я тут же поежился Ведь это мне в первую очередь Стоило опасаться Ночь Ночь хоть и была темной Но совсем не тихой Отовсюду доносилось Стрекатание сверчков Пение птиц Шелест деревьев Внезапно Очень хотелось Последовать совету Слави И поскорее Пойти к домику Вожатой Не знаю почему Но вид неизвестного Бронзового строителя Коммунизма Настаивал Меня на созидательный лап Я присел на лавочку И начал прокручивать В голове события Минувшего дня Этим мое созидание Ограничилось Тут было куда светлее Чем у столовой Да и изредка мимо Пробегали запоздавшие пионеры Так что особого страха Это место у меня не вызвало Автобус, лагерь, девочки Я так устал От всего нового И непонятного Что не мог Работа активизировалась Что-то там Переписывается Я встал от всего нового Непонятного Что не мог придумать Ровным счетом Ни единого Объяснения Всему происходящему Ну а как же То что ты попал В прошлое Это разве не объяснение Сука Этот чувак Слишком много думает Бля Я не могу уже Рядом послышался Тихий шорох Я вздрогнул Посмотрел в ту сторону Девочка Читает книгу Лена Я решил Подойти и поговорить О, включаем Альфа-самца Альфа-амешку То есть, да Она единственная Из новых знакомых С кем ей не удалось Сегодня перекинуться И парой слов Привет, чего читаешь? Лена от удивления Аж подпрыгнула на лавочке Извини, хотел тебя напугать Да ничего Она покраснела И снова Ставилась в книжку Так, что читаешь? На обложке Было написано Унесенные ветром Ну Я помню, что я похвалил Вроде бы Книгу В прошлый раз Ладно, вопрос Забыли Давайте больше ничего не скажем Правда, я не читал Но ей кажется Такая литература Вполне подходит Лена, похоже Не собиралась продолжать разговор Ну, если я тебе мешаю Да нет Я отрываю взгляд От книжки Сказала она Может, я тогда посижу С тобой немного Бля Зачем? Это правда Зачем? Наверное, просто потому Что я очень устал И в компании с кем-то Лучше, чем одному Может быть Получится от нее Что-то узнать Я внимательно посмотрел На Лену Хотя нет Вряд ли Ну, просто так Не знаю А что? Нельзя Можно Но если я мешаю Да нет, не мешаешь Да нет, я могу уйти Но если вы настаиваете То уходите Все в порядке Ну, раз так Я аккуратно сел на край лавочки После такого оживленного разговора Мне меньше всего хотелось Находиться здесь Но встать и уйти Было уже неудобно Нехорошо получилось Лена ничего не ответила Что нехорошо получилось? Похоже, я выставил себя дураком Будь на ее месте Допустим, Ульянка Наверняка Меня бы засмеял А тебе здесь нравится? Я вспомнил вопрос Славе И решил, что он Как нельзя лучше подойдет Для начала разговора Да Она еле заметно улыбнулась И мне, наверное, нравится И мне, похоже, нравится Похоже мне тоже Вот так сказать Лена явно не очень общительна И вряд ли в состоянии поддержать Непринужденную беседу Ни о чем Как Славе Но все же Было в ней что-то Что привлекало внимание Мимолетные видения Как отблеск на очках Дождливых Дождливым осенним вечером Который заставляет Обернуться И долго всматриваться В темноту Выискивая там Нечто, мелькнувшее На краю поля зрения Нихера себе Он завернул вообще Что? Ладно Конечно, ты не успел Рассмотреть Не успел понять Но почему-то Оно показалось Таким манящим Лена продолжала Читать книгу Не обращая на меня Никакого внимания Не возникало Ни малейшего желания Расспрашивать ее О происходящем в лагере Об этом мире вообще Почему не было Такого желания Скажи мне, чувак Ты устал? Не хотелось думать? Или что? Хотел же Пора спрашивать Ёб твою мать! Красивая ночь Да Как вообще Завязать с ней разговор? То есть Расспрашивать ему Не охота А разговор Завязать охота Поздновато уже Мне пора Да, поздновато Такой ночи Спокойный Что-то в этой девочке Мне казалось странным Вроде бы Вполне типичный Образ застенчивой Спромной пионерки Но Загадка Лены Заняла свое место В массивном списке Загадок этого лагеря Который я вел Вел у себя в голове Сука Как же тяжело Что-то А А Дело было вечером Делать было нечего Я направился в домику Ольги Дмитриевны В окне горел свет Привет, Семен Что-то ты долго Да Гулял С лагерем знакомился Ладно Спать будешь здесь Она указала на одну из кроватей Есть? Я несколько удивился Ну да Что такого Все равно Других свободных мест нет Вожата улыбнулась Больше изрежливости Как мне показалось Ты тоже хочешь стать Порядочным пионером? Что тут порядочность? Она акцентировала внимание На слово порядочным Да, конечно На мгновение я задумался Но ты-то не против? Она как-то странно Посмотрела на меня В ее взгляде Вмешалось Смешались удивления И что-то вроде обиды Пионер должен уважать старших Гроза сказала Ольга Дмитриевна Должен, конечно Кто же спорит Порлепетал я в ответ Не понимая, что же не так Или ты? Она пристально посмотрела на меня От такого взгляда Расплавился бы и мифрил Выкованный В самых глубоких подземельях Лучший мастерами гном Что я? Да что не так-то? От обиды и непонимания Я перешел на тон выше Взрослых надо называть На вы Нет, конечно, в этом лагере Много странного Но эта девушка В лучшем случае на пару лет Старше меня А возможно даже младше Но я решил не спорить Хоть еще пару метров назад Язык бы не повернул Назвать вожатую Особенно взрослой Надо признать, что Крутым характером Ее природа не обделена Да и с любым характером В моем положении Спорить не пристало Ээээ... Как скажете Промямрил я Так-то лучше Вот так и должен вести себя Порядочный пионер А теперь спать По правде говоря Я и не хотел становиться Ни порядочным Ни беспорядочным пионером Не даже с Тахастическим Я так гуглил Забыл, что означает Да и вообще пионером Становиться еще вчера В мои планы никак не входило Но какой у меня выбор Не хочешь заставим Кажется, именно этим девизом Планировала руку Друга Ководствоваться Ольга Дмитриевна Я лег, закрыл глаза И только тогда понял Что за весь день Смертельно устал В голове что-то ужасно стучало Как будто у извилин Началась ночная смена Однако они Похоже, больше были настроены На выпуск Стали проката Чем на работу С тонкой электроникой Перед глазами пролетел Автобус Площадь и памятник Столовая полная пионеров Ехидное лицо Ульянки Славя Лена И даже воспоминания об Алисе Не вызвали каких-то уж очень отрицательных эмоций А что если я здесь надолго День второй Ну что, полтора часа прошло Ну что, чисто теоретически Значит Пару дней пройдем Наверное, как и в прошлый раз Наверное, два-три дня Наверное, два Плюс пролог Да Наверное, как-то так И на два раза мы это дело Все поделим Мне снился сон Казалось, я нахожусь В каком-то вакууме Вокруг пустота Но не только вокруг Я единственное существо Во вселенной Ооо Как нескромно звучит Как будто она вернулась В некое сингулярное состояние Перед самым большим взрывом И вот-вот Что-то должно было произойти Вдруг я начал слышать голос Слов не разобрать Но он показался мне знакомым Голос что-то нежно нашептал Как будто убаюкивая И тут я понял Это был голос незнакомки из автобуса Той девушки из сна Что она хочет мне сказать Кто она И я проснулся Яркие лучи солнца били в глаза Время приближалось к погодню Лениво потянувшись и взрывнув Я начал вспоминать вчерашний день За несколько секунд Все его события пронеслись Пред глазами Автобус, лагерь, местные обитатели Но ведь все не так Неправильно Не так неправильно Да ты тут все называешься неправильным Почему это? Не эта ситуация Не мое положение Они неправильные априори А мое отношение к ним Ух, построение очень сложное Хорошо, я тебя понял Ведь я вчера запросто Заснул здесь А до этого Милый беседовал с местными пионерами Даже умудрился шутить Но как можно себя так вести В подобной ситуации? Я же должен бояться Шарахаться в каждом шторе Иди ты нахер И события прошедшего дня Словно заволокло Похмельной дымкой Все очень Это похоже на Утро После хорошей пьянки Вчерашнее естественное Непредосудительное В высшей степени Нормальное поведение Утром Становится кошмаром Гротескной Гравюры Из иллюстрации К божественной комедии Иди ты нахер Икс 2 Да, все именно так Однако Прошлого уже не вернуть Хотя, возможно Оценив обстановку Я действовал по ситуации Я огляделся по сторонам Пытаясь понять Не забросило ли меня Куда-нибудь еще Но домик Ольги Дмитриевны Выглядел так же Как и вчера Все было как будто На своих местах Разве что на спинке Кровати висела Пионерская форма Я с недоверием Покрутил ее в руках Примерил и оделся Все равно это лучше Чем ходить В зимней одежде Посмотреть бы теперь На себя Наверняка выгляжу Как клоун А для этого Надо зеркало Хотя бы самое маленькое Надеюсь Нашлось оно На дверце шкафа Твою ж Я взглянул На новоиспеченного Пионера И аж Отпрыгнул В сторону От неожиданности На другой стороне Зеркала Стоял какой-то подросток Похожий на меня Но не я Куда пропали Недельная небритость Мешки под глазами Сутулость И смертельно Уставшее выражение Вставшее выражение лица Похоже Меня не закинули Назад во времени Или в параллельную реальность А просто поменялись Кем-то телами Действительно просто Такое же на каждом шагу Встречается Я пригляделся К незнакомцу Повнимательный И только тогда понял Что это я сам Только образца Конца школы Начала института Чел-то так сильно изменился Ладно Хотя бы так Да уж Человек в стрессовой ситуации Слона-то и не приметил А вот вожатый Обратил внимание И вчера ночью Меня отчитал За неподобающее Обращение к ней К черту Вряд ли мой внешний вид Влияет на что-то еще Если верить часам Завтрак уже давно позади Ну ладно Попробую все же В столовой что-нибудь найти Вчера же со славой Получилось От этих воспоминаний Я невольно улыбнулся На лице Бля На улице Ярко светило солнце Дул легкий ветерок Прекрасный летний день Я уже несколько лет Не чувствовал себя По утрам так хорошо Все проблемы На секунду улетели Куда-то далеко Растворились в редких Света Первого снега Облаках Запятой не хватает Вдруг передо мной Словно из ниоткуда Появилась Ольга Дмитриевна Доброе утро, Семен Доброе Я улыбнулся Пытаясь всем своим видом Показать Почти несмотря ни на что Утром ее было действительно Добрым Ты только вчера приехал Так что будить я тебя не стала Но завтрак-то Хотя ладно Вот держи Она протянула мне бумажный сверток Судя по массовым пятнам Внутри скорее всего бутерброды Ой, спасибо А теперь марш умываться Я уже собирался уходить Сейчас подожди Ольга Дмитриевна Ладно, тогда потом И не забудь про линейку Карандаши, ручки, линейки Такие вещи не забываются Какую линейку В смысле, какую линейку Она нахмурилась Сегодня же понедельник Странно А по-моему, подсчет о воскресенье Впрочем, смена дня недели Это еще не самое страшное Не самое странное, я бы сказал Обычно у нас линейки рано утром До завтрака Но сегодня понедельник Поэтому она будет в 12 часов Не опаздывай Хорошо, а где? На площади? Где же еще? Спорить было бессмысленно Я направился в сторону Помывочной На отдельный душу туалет Рассчитывать не приходилось Но при виде этого Выкидыша загнивающего Социализма О господи Причудливой черепашки С панцирем и жестью Множеством ног, кранов И капельным брюшком Мне стало несколько не по себе А вообще реально А где они мылись? Ну по-нормальному мылись Ладно, тут умыться И почистить зубы можно Хотя чистить зубы Ледяной водой Это ужасно Это очень проблематично Я не был брезгливым человеком Но тем не менее Стоя тут понял Что все же есть Какой-то минимальный уровень Привычного комфорта Без которого жить Мне довольно проблематично Но ведь так бывает Когда теряешь вещи Которые всегда оказались Совершенно обыденными И естественными Понимаешь Что на самом деле Они были незаменимы Ай да и черт с ним Выбирать все равно не из чего Вода оказалась просто ледяной Если помыть руки Не составило особого труда Что тоже под сомнение То вот умыться Или проползкать ей рот Уже большая проблема Так точно В пакетике Который мне дала Ольга Дмитриевна Не нашлось зубной пасты Можно конечно было Почистить зубы и так Но в полотенце Была завернута Какая-то кругленькая коробочка Зубной порошок Прелестно Плюс один за то Что я где-то в прошлом Умывался я довольно быстро В том числе И из-за ледяной воды Есть такое дело Кто-то быстро шел Даже бежал в мою сторону Я обернулся Передо мной стоял Славе В спортивном костюме Похоже Эта девочка будет хорошо выглядеть Абсолютно во всем И в пионерской форме И в купальнике И наверное даже В космическом скафандре Физкульт привет Охай То есть Доброе утро Вот да Приветствие мне удалось Выбрать не сразу Почему на завтраках не пришел? Проспал Я сказал то так Словно гордился Проспал Хе-хе-хе Но мне Ольга Дмитриевна Бутерброды принесла А ну отлично тогда Не забудь про линейку Да конечно Забудешь Ладно я побежала Не скучай Она помахала мне на прощание И скрылась за поворотом тропинки Судя по всему линейка Начнется через пару минут Стоило быстренько Забежать домой Закинуть пакетик С умывальными принадлежностями Съесть бутерброды И только уже потом Идти на площадь За пару минут Ммм Я распахнул дверь домика Вожатый Вбежал внутрь так Как будто запрыгивал В последний вагон Уходящего поезда И Канами Кот Не помог Может я там Что-то все-таки Должен был набрать Ну ладно Но кажется Это было мне лучшим решением Посреди комнаты Стояла Ольга Дмитриевна И переодевалась Я застыл Коскопанный Стараясь даже не дышать Наконец Вожатая заметила меня Семен Я тут же отвернулся Стучаться надо А теперь вон А мне говорили Канами Кот Поможет Чтобы Пропущенный кадр Показать Впрочем Я его гуглил Для интересного ради Ничего особенного Там и нету Но его решили Немножко зацензурить В одной из версий игры Да Неудобно получилось Хотя зрелище Мне пришлось по нраву Через минуту Вышла и Ольга Дмитриевна Вот Держи Теперь это и твой дом Тоже Она протянула мне ключ А вообще Эти домики Закрывались на ключ Мне кажется Что Нет Я положил его В карман Дом Конечно Если Опустить всю Фантасмагоричность Происходящего Этот лагерь Был далеко не самым Плохим местом На земле Ну Назвать его домом Всего за один день Приведенный здесь Вряд ли я смогу Это сделать Даже спустя год Ладно Пойдем Опаздываем А как же бутерброды По дороге съешь Мы шли вдоль домиков пионеров Я уплетал бутерброды с колбасой Ольга Дмитриевна Трещала безумовку Ву-ву-ву Как трансформатор Но меня не волновало Ничего Кроме еды Понял А? Ты не слушаешь Простите Сегодня начинается Твоя новая пионерская жизнь И ты должен приложить все усилия Чтобы она стала счастливой А, да, конечно Я серьезно У пионера много обязанностей И на него возложена большая ответственность Участвовать в общественной работе Помогать младшим Учиться Учиться Еще раз учиться Мы все тут Как одна большая семья И тебе предстоит Стать ее частью А, частью семьи То он как раз и не стал Так о чем же эта игра Да, частью Я готов даже расписаться В партбилете Лишь бы не слушать Этот бред Пиздюлей ему надо Пиздюлей Надеюсь По окончании смены У тебя останутся Самые лучшие воспоминания О нашем лагере Воспоминания на всю жизнь А когда смена заканчивается Что ты постоянно Всякие глупости спрашиваешь Похоже Ответов от нее не добиться А жаль Этот мир кажется Дружелюбным Но вот представиться Он так и не соизволил Возможно Сейчас я отношусь К этому несколько спокойнее Чем вчера Как будто у нас с ним Негласные перемирия Он не трогает меня Но и мне запрещено Задавать какие-либо вопросы Конечно Ситуация не из приятных Но что мне остается Плохой мир лучше доброй ссоры Самое главное для тебя Использовать время Которое ты проведешь Здесь Используй Я постараюсь Честно говоря Этот разговор Меня сильно утомил Хотя Узнать бы Где Здесь Это Где здесь Где это здесь Находится Но Мы пришли на площадь Пионер уже выстрелил В шеренгу А что еще не все пришли Это вроде все Она кинула взглядом Свой Бравый пионер Отряд Ладно Иди Становись Странно Почему тогда она мне сказала Что больше спальных мест нет Как вожата Рассказывала О плане мероприятий На неделю Я смотрел Присутствующих В паре человек От меня Стоял электроник Чуть дальше Лена Славя Сам Конца Ульянка И Алиса Все знакомые Здесь Ольга Дмитриевна Говорила Про какие-то Спортивные соревнования А я Уставился На память Генда Не удавалось Вспомнить Ни одного Революционера С похожей фамилией Да и Поза у него Какая-то странная Как будто Смотрит на Присходящее С недоверием Может быть Пренебрежением Или даже Надменностью Наверное Какой-то местный Деятель О чем мечтаешь Спросила Славя Славя вывела Меня из раздумий Рядом стояла Ольга Дмитриевна Ты запомнил План на неделю Сука План План Я никогда Не забуду Точно так же Как и не вспомню Вот и отлично Она посмотрела На Славю Принесла Да Славя Протянула мне Какой-то Листок Это обходной Лист Тут 4 позиции За сегодня Тебе нужно Везде отметиться Во-первых Записаться в клуб А не у нас Здание кружков И отдельно музыкальный Во-вторых В медпункт Зайди Ну и в-третьих В библиотеку Все понял Да Обходной оказался Неплохой возможностью Что-нибудь выяснить Так как в этих локациях Я еще не бывал Тогда давай Начинай прям сейчас А как же обед Ничего страшного Я тебе еще бутербродов Принесу Обходной важнее Удачи тебе А Блин Обходной Они ушли так быстро Что я ей слово Сказать не успел Пропустил завтрак Теперь и обед придется Что ж такое-то Впрочем Может успею как-нибудь Обед в час Хотя если я пойду есть То могу не попасть В какое-нибудь место Из списка Ладно Пока все равно В столовую идти рано Вообще Учитывая Что столовка Прекращает работу На этот раз Можем попробовать Туда входить Я в прошлый раз Не ходил Ай На второй день Нам главное Пойти За картами Одному Не помню Что тут Про игральные карты Второй день У нас Подожди Карты Второй день У нас сейчас что ли Соревнования будет Интересно Господи А в третий день Вообще ничего делать Не надо Для этой концовки Интересно Ладно Что же мы делаем С утра Все обошел По большому счету Ты и так можешь Все обойти А вот столовка А вот столовка Вот столовка Она закрывается Я решил все же Сходить пообедать Обходной лист Никуда не денется Потом быстро подпишу А вот желудок До ужина Явно ждать не намерен С этими мыслями Я пошел в столовую Ну-ка Внутри почти никого Не было Видимо большинство Пионеров Уже пообедало Внушающее уважение Своими габаритами Повариха Выдало мне Шикарный обед Из трех блюд Суп Ипрская похлебка Че бля Гуляш От Лаврентия Палыча С гарниром Из картошки Сваренный Видимо По рецептам Конца Пятнадцатого века И компот Таблица Менделеева Тогда я не очень понял Шутку про Ипровскую похлебку Судя по всему Такому меню Позвидывали бы И лучшие рестораны мира Но мне было наплевать Голос сильнее А по сравнению С моими обычными Пельменями Приправленными Макаронами И дошираком Че Пельмени Приправленными Макаронами И дошираком Хорошо Макароны с пельменями Я вполне себе ел Можно и На сковородке Жаришь макароны Пельмешков Накидал Для Чтоб мясца было И еще И яичко добавил Хорошая Холостяцкая Такая Запеканочка Но Как макароны Можно приправить Дошираком Я не очень представляю Это же тоже Макароны Как бы Тут Сука Гуляш С картошкой Блять Компот Я уверен Охеренный Я сел За первый Попавшийся Стол И Принялся Сосредоточенно Жевать Однако Сосредоточенность Моя продлилась Недолго Кто-то ударил Меня по спине За так Что я подавился Так давно Стояла Ульянка И торжествующе Улыбался В бан Ей Всечь Надо Всечь Ей Я тебя Когда-нибудь Удушу Не догонишь Она Показала Язык Один раз Уже пытался Не догнал же Хорошо Тогда я тебя Когда-нибудь Подкараулю Так Нечестно Ты на себя Посмотри Честное Я ухмыльнулся Ладно Подожди Сейчас Обед возьму И вернусь Вместе Да иди Ты нахер Не самая Радужная Перспектива Я постарался Повыстрее И закончить С обеда Одна Ульянка Вернулась Буквально Через полминуты Так Я не понял У нас Смеется Это До меня Только сейчас Дошло Правда У нас Есть Агрессивная Алиса У нас Есть Сумасшедшая Лена Ну как бы Так сказать Ну короче Она же тоже Яндры Получается Да Ну это как бы Не то чтобы Агрессивность Ну Очень рядом У нас Женя Очень агрессивная А Ульяна Тоже Сука Нас Все время Подкалывает Из нормальных Девушек Тут кто Ток Славе Чего они Все то такие Вообще Все Так Ульяна вернулась Буквально через Полминуты У нее на тарелке Лежал огромный кусок Жареного мяты Несколько отварных Картофель По сравнению С моей Королевской Трапезой А че не так Ты это как Откуда Уметь надо Она посмотрела На меня Видимо кому-то Она все таки Дала Это про шутку Это по предыдущую шутку Она посмотрела на меня И улыбнулась Во все свои 32 И сколько у нее Там их было Зуба Не потерплю Такого оскорбления Я никогда Толком не умел Над кем-то подшучивать Да и в школе Чаще прикалывались Надо мной Однако Как-то ей отомстить Все же было необходимо Отомстить за что? А ну разве что За предыдущий Ужин А если Ольга Дмитриевна Знает что ты воруешь еду В смысле она ворует еду? Так я не ворую Вот именно Возмутилась Ульяна А ты это ей будешь рассказывать Думаешь поверят? А понятно И откуда же она узнает? Ну Это зависит от многих обстоятельств Например Она внимательно посмотрела на меня Принеси мне булочку Сладкую Я твоя сладкая булочка Зачем мне куда-то идти? Откуда же я тебе ее возьму? Наверное оттуда же Где взяла это Я показал на ее тарелку Ульянка замялась Ладно Но только одну И обещай Что после этого Не расскажешь Ольге Дмитриевне Слово пионер Она убежала в сторону буфета Я не долго думая Взял перешницу Открутил крышку И высыпал все Содержимое Ульянки в компот Уууу Слушай Перец в компоте Не растворяется Это будет очень заметно Только я закончил Как неугомонная девочка вернулась Держи вымогатель Кажется она ничего не заметит А теперь давай Кто быстрее выпьет компот Что еще за глупости? Что глупости? Я выиграю Вот увидишь Не буду я с тобой В детские игры играть Сама ты не ребенок разве? Я ехидно улыбнулся Ах так Ладно Раз Два Три Она не дала мне времени Даже взять чарству А сама моментально Одним глотком Выпила весь свой компот Через секунду У нее на лице Появилось выражение Первобытного ужаса Руки покраснели А глаза Казалось готовы Были вылезти Из Дорбии Ульяна вскочила Пробежала в сторону Чайников с водой На кухню На кухню На ходу Выкрикивая Ты Решил не дожидаться Пока она придет в себя И посмеиваясь Вышла из столовой На ходу Доедая булочку Окей Увидели Ну теперь пошли По очереди Что ли Бадминтон А вот Душник тут есть В портзале Как минимум Это про Мой предыдущий Мысль Библиотека Леня Вообще Я конечно Любил читать Но просиживая Днями в библиотеке При нынешних обстоятельствах Мои планы Не входило Так что Этот чекпоинт Стоило пройти Побыстрее Когда я зашел внутрь У меня в голове Всплыло вспоминание Из детства Оно было очень ярким Мне лет 7 или 8 Мы с мамой В библиотеке Пока она выбирает Какие-то книжки Которые мне Понадобятся для учебы Я сижу Разглядываю Местную подборку Комиксов Мурзилка Тогда я не знал Почему Их здесь так много И почему нельзя Забрать часть домой Понятие коллективной Собственности В том возрасте Для меня не существовало Странно Впрочем Как и понятие Общественности Собственности вообще Странно Тем более Странным показалось Это воспоминание Сейчас Когда я находился В том самом Отдельно взятом Пионерлагере Где коммунизм Таки удалось Построить за 3 года Советская символика Была буквально повсюду И на полках стояли Книги В основном Соответствующей тематике Читать их Я никак не планировал Знакомство с полным Собранием Сочинений Маркса Одна из последних Вещей на земле Которая могла бы Придеть мне в голову Но где же библиотека Найти ее Оказалось не так уж сложно Я пригляделся Короткая стрижка Толстые очки Довольно приятное лицо Она так мило спала Что мне совсем Не хотелось ее будить Пожалуй подожду Если через полчаса Не проснется Тогда уж что поделать Просто так сидеть было скучно Я взял с полки Первую попавшуюся книгу Артур Шопенгауэр Мир как воля И представление Я открыл пример На середине Начал читать Не будем этим заниматься Сейчас Мы уже читали Страх смерти И так далее Для пионеров Самое то В дверь постучали Я быстро закрыл книгу Положил ее на место Какая отличная привычка Стучать Надо и мне ее Взять на вооружение Вот именно В библиотеку вошла Лена Ой Привет Я улыбнулся Привет А я вот книжку пришла отдать У меня в руках была Унесенная ветром Которую я видел вчера Ой А Женя спит Тогда я позже зайду Уже не сплю Я удивленно посмотрел В сторону библиотекарша Она сидела за столом Пристально наблюдала за мной А тебе чего? Мне бы обходной Давай Библиотекарша быстро списалась Протянула мне его Вид у нее был такой Что продолжать разговор Не возникало никакого желания Лена подошла к ней И отдала книжку А я поблагодарил Женю И вышел И что я забыл в медпункте Здоровье вроде не шалило Тем более местный свежий воздух Я нашел мне на пользу Чувствовал я себя Куда бодрее Чем обычно Но раз надо Так надо Я во школу Обычный медпункт У нас в коле Был примерно такой же За столом сидела женщина Средних лет Очевидно медсестра Она пристально оценивающе Посмотрела на меня И продолжила что-то писать Ну здравствуй Пионер Сказала медсестра Не отрываясь От своего занятия Добрый день Мне бы вот Ты присаживайся Я оглядел комнату На кушеточку Я сел Раздевайся Все это она говорила Совершенно ровным тоном Зачем? Смотреть тебя будем Слушать Здоровье проверить Меня кстати Знают Виолетта Но ты можешь звать меня Просто Биолой Она повернулась В мою сторону Ну чего сидишь Раздевайся Да я не жалуюсь ни на что Мне бы вот Я аккуратно протянул ей листом Потом Она сняла с шеи стетоскоп И кажется Намеревалась меня Препарировать стетоскоп Но тут в дверь постучали Медсестра Нехотя ответила Входите Моментально дверь распахнулась В комнату Влетел электроник Здрасте Я тут это На футболе упал Глупости конечно Я бы и так Глупости конечно Я бы и так Но меня Ольга Дмитриевна Отличное построение Предложение Видимо волнуется У электроника Под глазом красовался Здоровенный фигнал Фигнал Что-то я сомневаюсь Что такое может заработать На футболе Садись Сейчас посмотрим Сказала она ему Раздевайся А ты давай сюда Свой обходной Медсестра быстро подписала его И продолжила Если что заболит Сразу ко мне Пионер Я не стал ничего отвечать И вышел Закрыв за собой дверь Медсестра здесь Конечно еще та Штучка Надо было сказать Так ладно Напогнали музыкальный кружок Нам обязательно нужно Встретить Мику Мику Музыкальный клуб Небольшое одноэтажное здание Располагается Поодаль от остальных Построек лагеря Не раздумывая Я открыл дверь И пошел Внутри меня встретил Настоящий оркестр Барабаны Гитары И даже рояль Некоторое время Я внимательно изучал Музыкальные инструменты Хотелось понять Из какого они Примерно временного периода Но неожиданно Под роялем Послышалось копошение Девочка Кажется что-то ищет Она стояла на четвереньках В такой пикантной позе Что не сразу решился Я не сразу понял Кто же передо мной Что не сразу решился Начать разговор Она вообще реально Что там делает Она как будто Что-то протирает Вообще-то Не потеряла Простите А кто здесь Бэйм Она попыталась скачить Но днище рояля Стало для нее Непреодолимой преградой Ай С трудом Но девочка Все же выбралась Извини что напугал Да ничего Вижу у тебя обходной Новенький значит А да Меня Мику зовут Нет честно-честно Никто не верит И меня правда так зовут Просто у меня мама из Японии Папа с ней познакомился Когда строил там Ну то есть не строил Он у меня инженер Короче атомную станцию Или плотину Или мост Да не важно Она говорила С такой скоростью Что половину слов Просто проглатывала А я Семен Отлично Не хочешь к нам В клуб вступить Правда я тут одна пока Но с тобой у нас будет двое И ты на что-нибудь Играть умеешь Уже вперед Моего отшельничества Я купил гитару И выучил пару аккордов Но потом забросил Как и все На что требовалось Больше нескольких часов Знаешь Я как-то не планировал особо Да ладно тебе Я тебя научу играть Хочешь на трубе например Или на скрипке Я на всем умею Честно честно Спорить с девочкой Мультиинструменталистом Бессмысленно С девочкой Оркестром Надо было сказать И все Так как в ответ Наверняка Последует еще одна Пулеметная очередь Из слов Я подумаю А пока не могла бы ты Подписать Да-да-да Конечно Давай Ты заходи Не стесняйся А еще Я пою хорошо Послушаешь как я пою Японские народные песни Катюшу например Да Японскую Ну или Если не нравится Может что-нибудь Из современных Шлягеров Шлягер Слово-то какое Обязательно Сейчас мне пора Извини Конечно Приходи Непременно Окончание Ее фразы Скрылось За закрытой Дверью С одной стороны Неплохо Вечерком посидеть Побречать на гитаре Но в такой Компании Я повернулся Собираясь уходить И столкнулся Нос к носу С Алисой Блин А я никак Не могу запомнить Обед Запомнить В смысле Забыть Я не могу Забыть обед Я сейчас сижу И думаю Про обед Здесь в столовке Если б я Переписывал Блин Эту Венку Я бы написал Что он там Обрадовался Еде Она же Мало того Что советская Так она еще И столовкинская Но вкуснейшая Прекрасная еда А он так Надменно говорил Бля Это такая Хренота Но все таки Лучше Чем то Что я дома Себе готовлю Блядь Какой же он Мудак Я повернулся Собираясь уходить И столкнулся С Алисой Она недобро Посмотрела на меня Зачем пришел Обходной Подписал Житья Так что сюда Я пришел Лишь с целью Отметиться А при чем тут Общественная работа А творчество Там Внутри Никого не оказалось Я словно Оказался в берлоге Юного робототехника Повсюду Валялись провода Нехитрые платы Микросхемы На столе Стоял Осциллограф Где Вот он Наверное Да блядь Что происходит Ух ты Осциллограф Из соседнего помещения Подсошлись голоса Через секунду В комнату Вошли двое пионеров В одном Я узнал электроника Второй же Мне был Незнаком Привет Семен Мы тебя ждали Кажется Он знает все И обо всех Че вы меня ждали Ну как же Ты пришел В наш клуб Кибернетиков Записываться Да Он не дал мне Ответить Знакомься Это Шурик Он у нас главный А вас в клубе Только двое Как полагаю Ну Можешь считать Что уже трое Шурик подошел ко мне И уверенно Протянул руку Его лицо Почему-то Казалось знакомо Добро пожаловать Ага Давайте я тут Все покажу Ты не стесняйся Располагайся Да нет Ребят Я вообще-то Всегда рады Новым членам Он сказал это так Что в голове У меня невольно Заигал гимн Советского Союза Союз Нерушимый Республик Свободных Удивительно Но я еще помнил слова В первом классе У меня была титатка С текстом гимна На обратной стороне Да нет Мне бы просто Обходной лист подписать Так ты к нам запишись А мы тебе его подпишем Он хитро улыбнулся Я уже подготовился К длинному и нудному разговору Как вдруг в комнату Кто-то вошел Я обернулся Увидел Славю А, Семен Надеюсь они тебя тут не достают Она строго посмотрела На будущих светил Отечественного работостроения Я-то их знаю Они могут А че Общественная работа Как тут говорят Кружок Надо же пионеру записаться Да понимаешь На самом деле Мне бы просто Обходной подписать Я решил воспользоваться Ситуацией Так это не проблема Давай сюда Славя взяла листок Подошла к Шурику Подписывай Подожди мы еще не закончили Закончили Подписывай Она посмотрела на него так Что возражает Шурик А почему Почему Он поставил свою закоречку И я поблагодарив Славю И я поблагодарив Славю С чистой совестью Направился дальше Итак я собрал Все подписи Следовательно Надо зайти К Ольге Дмитриевне Чтобы отдать листок Вожатая С нашей медсестрой На крыльце На крыльце стояло Несколько человек Алиса Электроник Ульяна И Славя Когда мы подошли Я услышал О чем Они говорят Привет Лазер Давай Я скажу Кройки Кринжа Кринжа А кроить придется Потом мою жопу После прохождения Когда мы подошли Я услышал О чем они говорят И больше Не называй меня Два Ч А то получишь Да не называл Я тебя Так тебе показалось Называл Называл Я все слышала Да тебя там Вообще не было А вот и была Я в кустах сидела Хватит вам Прекратить Значит Электроник Своё ранение Не на футболе Получит Однако Как хорошо Его медсестра Подлатала От фингала Не осталось И следом Ольга Дмитрина Подошла к ним И попыталась Выяснить Что же происходит Что вы тут Ругаетесь Алиса Сароежкину Глад Ничего не делала Алиса Обиженно Фыркнула Зашла внутрь Ладно Пора ужинать Последним В столовую Вошёл Я Похоже Свободных мест Всталов Не так много Вдалеке Виднелось Несколько Незанятых Стульев Рядом С Алисой Но лучше Поголодать Недельку Чем рискнуть Сесть Рядом Также Свободно Было Рядом С Ульяной Но я Не сторонник Китайской Традиционной Кухни Ем Всё Что Ползает И Наконец Свободный Стул Был Рядом С Мику Если Выбирать Из Трёх Зол Не Возражающийся Я Присяду Ой Да Конечно То есть Нет Не Возражаю То есть Да Садись Конечно Я Сел Сегодня Смотри Гречка Ты любишь Гречку И вряная Курица Я вообще Курицу Не люблю Ну То есть Не то Чтобы Не люблю Но Если Вы Меня Отпросили Чтобы Мне Больше Хотел Стопи Строганов Или Рагу Нет Может Быть Просто Котлеты Или Рамштекс Ты любишь Рамштекс Я не Любил Рамштекс Я мог Котлет Рамштекс Отличить Котлеты Я любил А Рамштекс Нет Я Не особо Привидливый Сказал Чувак Назвавший Предыдущее Блюдо Я уже Не помню Как Вот Просто Пиздобол Пиздоболище У нас Главный Герой Это Сущая Правда Действительно Понятно А вот Десерты Знаешь Мне Здесь Не Очень Нравится Я Мороженое Люблю А ты Мороженое Любишь Особенно Пломбир 48 Копек У меня В морозилке Лежит По-моему Но Ленинградская Тоже О Я Ел Ленинградская Кстати Ой Прости Я Все Семь Может Ты Больше Эскимо Любишь Уже В компанию Этой Девочки Начинал Превращаться В пытку А я По характеру Такой Человек Что Не могу Просто Так Игнорировать Собеседника Да Неужели Даже Ее Мы Все Задним Столом Сидим Пиздабу Извините Извините Знаешь Я Однажды Купила Вафельный Рожок Начала Есть А там Внутри Шуруп Представляешь Настоящий Шуруп Или Болт Я Честно Гра Не Разбираюсь Шурупы Это Которыми Закручивают Гайки А болты Такие Которые Отверткой Думаю Если бы Проводился Чемпионат По скоростному Поеданию Пищу Одно Из предновых Мест Точно Досталось Бо мне Ладно Я пойду А тебе Приятного Аппетита Я Встал Направился К выходу Мику Что-то Пыталась Сказать Мне вслед Но Ее Слова Потерялись В шуме Толпы Чересчур Громко Ужинающих Пионеров Выйдя из столовой Я сел на ступеньки И решил подождать Пока переварится Ужин Я просто сидел И смотрел Как на лагерь Пускается ночь Здесь все было Таким живым Днем Громкий детский смех Светлые крики Суета И беготня Шум и гам Спортивные игры И купание на пляже Но с наступлением Темноты Савенок Редко преображался Дневные звуки Менялись Тишиной Которую лишь Излетко Нарушали сверчки И ночные птицы Лагерь засыпал В каждой тени Можно было узнать Кого угодно Привидение Лешего Просто дикое животное Но никак не пионера Все это я Понял еще По вчерашней ночи Местные жители Строго следовали Заведенному распорядку Что-то я сомневаюсь Ладно Ладно Молчу Дневной лагерь Во власти людей Ночной же Скорее сил природы Кто-то легонько Похлопал меня По плечу Я обернулся Это был Электроник Пойдем В карты Играть В карты Да Я игру новую Придумал Интересную И какую же Ну Надо сначала Карты найти Потом расскажу Так еще В чем проблема Они есть только Ольги Дмитриевны Она мне не дав Она тоже Никому не дает Почему Ну в прошлый раз На крыльцо Вышли вожатые Славя Ольга Дмитриевна А Семен как раз Хотел у вас Карты попросить Да я вообще-то Зачем Поигру новую Придумали Не мы А ты Что за игра Будут карты Я покажу Карты в лагере Запрещены Могу выдать Шахматы Ох Не нравится мне Эта идея Но раз Семен За то Наверное Ничего страшного Я вообще-то Давайте Я с ним Схожу Принесу Вот И Важный момент Сейчас нам Надо сходить Без Слави По-моему В прошлый раз Я может быть А не помню А не помню С кем я хотел Прошлый раз Сейчас нам надо Пойти Одного Пойдем Да я и один Могу сходить Ладно Возьмешь у меня В домике В ящике стола Я направился К домику Ольги Дмитриевны Зачем Я сейчас согласился С другой стороны Какие у меня были Варианты Ночью здесь Делать особо Нечего Так хоть Развлекусь Немного О Гениальная мысль Делать мне нечего Но хоть Развлекусь А то он тут Строит эти Эээ Конспирологические Теории Но нет Он не стал Развлекаться В этом Пионер Лагере В мозгу Упорно Крутило Смысл На том Что сейчас Не самое Лучшее Время Для развлечений Хотя С другой Страны Если здесь Есть лагерь Пионеры Лагерь И пионеры Наверное Иметься ввиду То это кому-то Надо Да даже Если не надо То самое Логичное Ответы Искать Именно тут А не в лесах Или полях А в данный Момент Ответы Собираются Играть в Карты Я открыл Дверь своим Ключом И зашел К моему удивлению Карт в ящике Стала Не оказалось В нем Нашлось Все Что угодно Ножи Вилки Чашки Тарелки Клейка Лента Ножницы Пара Садовых Перчаток Это не обязательно Все Перечислять Чувак Пара Сломанных Ручек Но только Не карты Может В шкафу Там В основном Была одежда У Дмитрины Но Внимание Мое Привлек Маленький Ящик Замочной Скважиной Я потянул Но он Не открылся Интересно Что он там Прячет Зламывать Его явно Не лучшая Идея Тем более Не факт Что карты Там Я уже Собирался Уходить И даже Сделал Несколько Шагов В кармане Что-то Зазвенело Ух ты Это были Ключи Которые Вчера Забыла Славя Что если Некоторое Время Стоял В раздумьях Но потом Уверенно Подошел К шкафу И начал Прикидывать Какой ключ Может Подойти К замку Конечно На успех Особо Рассчитывать Не стоило Ведь В какой Стати У Слави Мог Оказаться Ключ От личного Ящика Ольги Дмитриевны Но К моему Удивлению Замок Приветливо Повернулся Несколько раз И я уже Собирался Потянуть На себя Ручку Как вдруг Сзади Хлопнула Дверь Я поскочил На месте Резко Развернулся Но в домике Никого Кроме Меня Не было Наверное Ветер Подумал Шпирлиц Я с опаской Выглядел на улицу Но и там Не оказалось Ни единой Живой души Возможно Ничего страшного Не произошло Но мне Все равно Было Не по себе Понимаю После тщательного Осмотра Соседних Кустов Я все-таки Решил Закончить Начатое И уже Приготовился Узнать Все страшные Секреты Вражатой Семен Что ты тут Так долго А я Да Трясущимися Руками Я старался Побыстрее Закрыть Ящик И вынуть Ключ Славя Подошла Ближе Ой Мои ключи А я их Обыскал Где ты Да вот По дороге В кустах Валялись Слава богу Что я таки Успел Заместить Следы Пойдем И сейчас Мне больше всего Хотелось Поскорее Убраться Отсюда И забыть О попытке Бесцеремонного Вторжения В чужую Личную Жизнь И это Ни к чему Не привело Интересно Когда я вернулся К столовой Ольга Дмитриевна С невозмутимым видом Сказала Ой извини А карты то У Слави в домике Пока ты ходила Нас бегала Я посмотрел на Славю Она виновата Улыбнулась Да ладно Уж что там Не беспокойтесь обо мне Славя и Ольга Дмитриевна Зашли внутрь Я уже собирался Последовать за ними Как вдруг кто-то Редко дернул меня за ру Это была Алиса Она смотрела так Что у меня мурашки Побежали под Тебе что-то нужно Острожил Спросил я Что Тоже планируешь Участвовать в этой Дурацкой игре Ну Да Че такого Да не Ничего Она уже собиралась Уходить Но вдруг обернулся Внимательно посмотрела На меня Улыбнувшись В карты ты играть умеешь Только не в эту игру Умею немного Никак не мог понять Че ей надо Дурака небось и все Да Дурака и все Ты-то как будто Звезда покера Ну В принципе Да Значит Тут у тебя шансов Никаких Почему К чину То есть Ты правила знаешь Конечно Когда успел искать Ну Значит У тебя будет Преимущество Я не видел смысла Дальше продолжать Этот разговор И сделал Несколько шагов По направлению Двери Что Ты все уйти Ты пытаешься О чем Собственно Еще говорить Именно Давай поспорим Ты про что Какой же ты тупой Про карты Про что же еще И какой же предмет спора Что я тебя обыграю Но это самый вероятный исход Спокойно согласился я Значит боишься Я не боюсь Просто не привык спорить Когда не уверен И рисковать Ты тоже не привык Сама наблюдательность Просто таки Ладно Ладно Тогда я Нет уж Ну что еще Обессивенно вздохнул я Привет Алекс Алиса начала мне Надоедать Своей пустой болтовни Про какой-то Бессмысленный спор Если не согласишься Спорить Я всем расскажу Что ты ко мне приставал Да было бы К чему приставать Че Че слышал На Пожалуй Она вполне может Но это же глупо Тебе никто не поверит Я всего Не полных два дня Здесь Да и к тому же Хочешь проверить Ну предположим И что будет Если я выиграю Я никому ничего не скажу А если проиграю Какой же ты тупой Расскажу Что ты ко мне приставал Говорил же То есть Получается Мне нужно доказать Что я не делал того Что не делал Да Считай как хочешь Предо мной Стал непростой выбор С одной стороны Было глупо соглашаться Я не знал правил Да и азартные игры Были не моим коньком Но с другой Она вполне могла Сильно осложнить Мою жизнь в лагере Хотя можно ли ей верить Даже если я выиграю Не Претворит ли она В жизни Своей угрозой Так что решил Я уже было Собрался ответить Как у меня Это спины Бешно вынурнула Лена Че тебе Ничего Лена Спешно зашла Столовая Ух ты Интересно Ну и все Ну Вот Замечательный Выбор нам Предоставляют Естественно Лучше всего не спорить Абсолютный бред Но в прошлый раз Скорее всего Мы так и сделали Поэтому ну давайте На этот раз Поспорим Мы тут новые вещи Какие-то видим Потихоньку иногда Возможно я еще Сто раз Пожалею об этом Ладно Идет Она улыбнулась Только если я выиграю Да-да Все честно Без обмана Алиса поднялась По лестнице И вошла внутрь Зачем я вообще Ввязался Может быть Уверился Что она в любом случае Найдет Как мне жизнь испортить Раз уж решила Я тяжело вздохнул Направился За ней в столовую Погнали Устроим Пионерскую резню Пионерская резня Это карточная игра такая Внутри Все уже было готово Тут и там Толпились пионеры Весело разговаривая О своем Столы сдвинули Поближе к стенам Чтобы освободить Место для игроков И зрителей Я осмотрелся В дальнем углу Что-то происходило Подойдя ближе Я увидел Большой лист Ватмана С какой-то схемой В списке участников Обнаружилось И мое имя Ну да Хотя мы еще Не записались Конечно Да Чтобы Обыграть Алису Ну чисто Теоретически Ну надо Блин Она Блин Короче надо много играть На самом деле Я в прошлый раз Один раз выиграл По-моему Один раз проиграл По-моему Как-то так было Мы обыграли Лену И проиграли тут же Надо Надо стать чемпионом Чтобы выиграть Алису Если Она тут Выйдет Если я правильно понимаю Ммм Да Ладно Эй Кто это все придумал Толкнул я Электроник Стоявшего рядом Конечно же Ваш покорный слуга Он ответил мне поклон Отчего меня аж Передернуло Ну и зачем Ты меня сюда включил Спросила я разочарованно Еще пару секунд назад Оставалась Хоть какая-то надежда Что не придется Участвовать в этом турнире И благодаря этому Появится Возможность Легально Улизнуть От спора с Алисой Но теперь этой надежды Больше нет Так распорядился Слепой жеребий Хороший жеребий Со всеми участниками Турнира Я так или иначе Уже успел Познакомиться А ведь помимо них Еще тут Не один десяток Пионеров Кстати еще один Киноляп Я бы сказал Ну ладно Не буду я сейчас Озвучивать Меня хватило тревога Но чувство Когда кажется Что за тобой Кто-то наблюдает Устой плотно В закрытой комнате Без окон А призы Какие-нибудь будут Спросил я Его лениво Может быть Просто хотелось Отвлечься Бессмысленным разговором Электроник Только собрался Ответить Как откуда Не возьмись Появилась ульянка И начала Прыгать вокруг него Призы Призы Я что-то слышал Про призы Знаешь Какой главный Принцип Олимпийских игр Нет Какой Вот Вырастешь Узнаем Она надула губки И ткнула Электроника Вбок Как призы будут Ну Я Не знаю Не от меня Это зависит Он обреченно Развел руками А действительно Раз уж затеяли Эту дурацкую игру То могли Хоть шоколадными Медалями Озаботиться Он только что Это все Как-то придумал Я не знаю Иди Там Булочку Возьми Столовки Пусть будет Главным призом Ульянка Неожиданно Сорвалась С места И куда-то Побежала Мне бы Чуток ее Оптимизма Ну так что Правила Объяснишь Тимут Время Еще Не все Собрались А Алиса Откуда-то Знает Правила Я Окинул Столовые взгляды А Алиса Славили Меху И Шулик На месте Вроде бы Все Как же Жени нет Мне показалось Что он сказал Та несколько Разволнованным Тоном Ну нет И нет Что теперь Поставь Вместо нее Кого-нибудь Другого Нельзя Растягивая Каждую букву Ответил он Я тут Уточнять Не стал Почему именно Нельзя Ну сходи Тогда за ней Что ли Я не знаю Не надо Никому Никуда ходить Он организатор Ему не полонит Словно Из-под земли Рядом С нами возникла Вожатая Организатор Ольга Дмитриевна Взмолвился Электроник Семен Сходит Так Семен Она посмотрела На меня И улыбнулась Конечно Всегда я А где она Наверное В библиотеке Ладно Хороша жизнь Пионерки А Весь Лагерь Просидеть В библиотеке В общем Ну Только если Это конечно Не ее чисто желание Просто Ей надо же Библиотеке Заведовать Она заведует Как же мероприятие Подтянул я И направился к дверям Значит Только быстрее Занесся мне Сет Крик Электроника Скоро и ночь Уже Я не спеша Стараясь Убить как можно Больше времени Шел в сторону Библиотеки Однако Женя Нашлась раньше Она сидела на лавочке Уставившись в сторону Безмолвного Генда Ты что тут делаешь Тебе все Обыскались Сижу Как видишь Она Нахмурилась Пойдем Скорей Да не хочу Женя Не отвернулась Почему Не хочу И все Я сел рядом Слушай Мне тоже Не очень нравится Эта затея Но нельзя же Всех подводить Мои слова звучали так Свода и говорил Кто-то другой Еще пару дней назад Мне бы в голову Не пришло так Сказать Женя уделенно Посмотрела на меня Так что Все только меня ждут А я тебя о чем Да Все равно нет Она нахмурилась Снова отвернулась Но почему Не понимают люди Когда человек Не хочет Пять Я сплюснул руками Не умею в карты играть И что Я тоже не знаю правил Ну и как тогда играть А что ты умеешь Только то О чем читал в книгах Конечно Она удивилась А если ты попадешь В Антарктиду Тебе придется Охотиться на белых медведей Это к чему Этого ночи Белые медведи Они живут в Антарктиде Женя улыбнулась Ладно это просто пример В конце концов Не на корову же играем Она задумалась Просто не хочу Подводить ребят Да-да Таркастически согласился я И не подумай Ничего такого Я даже не понял Что она имела ввиду Очевидно У любого человека Есть свои слабые места Интересно О чем это Через минуту Мы уже стояли в столовой Все внимательно Посмотрели на электроника И так Прокашился он Каждый тур состоит Из одной игры В случае ничьей Будет переигровка После этого Проигравший выбывает Начинается следующий тур Поскольку добровольцев Он посмотрел на меня Поскольку участников Восемь То и туров будет Три Хотя бы Да число нормальное Для тура Нира Все понятно Толпа пионеров Весело загалдела А призы какие Призы Ульяна хватит Вперед выскочил Славе Тщетно пытаясь Пойнимать Ульяну Пока не выиграю приз Не успокоюсь Кажется одной этой девочке Было достаточно Для варп прыжка К Альфе Центавра Призы Призы Так Как заведенно Кричала Ульяна Прекрати Уговорила я Славе А у электроника Похожа Сеты беготни вокруг У него уже Закружилась голова Давайте начинать Спокойно сказал я И добавил Обращаться к Ульянке А то никаких призов Не получишь Такой аргумент Похоже подействовал И она вернулась На свое место За ней Последовала и Славя Бросив мне На прощание Улыбку благодарности Пионеры Наконец угомонились Я подошел К столу За которым Сидела Лена Не возражаете Она подняла На меня глаза И покраснела Не волнуйся Я тоже правила не знаю И почему тоже Я сел Вот вышло так Что первый тур Нам с тобой играть Ага Такая с электроник Начала объяснять правила Ну Я вроде бы помню Как играть Можно либо поменять Карту Либо Ааа Давай еще Обучение Угу Шесть карт Угу Можете их открыть Это победа Забавно Ааа Когда все посмотрели Свои карты Ликторник продолжил Правила Такие же как в покере Ну я не умею в покер Ааа Тут же покер Надо собирать Какую-то хреноту Да Мм Я-то умел Но от остальных Я был уверен Сначала идет Самая старшая карта Потом пара Потом две Потом тройка Какая старшая карта Тоже под вопросом На самом деле Первым ходом Выбираете карту Которую Хотите забрать Мм Он может Поменять Карты местами Два раза Можно не менять Если собирается Забрать Ненужную карту Но учтите Противник видит Какие карты Вы меняете Местами Да и соперник Забирает у вас Одну карту Ну и так далее Думаю все понятно Так себе Сейчас бы еще В покер уметь играть Мне было совершенно Ничего не понятно Ну Да Эй Эй Эйнштейн Недоделанный Послышался Издалека Голос Ульянки Ничегошеньки Непонятно По ходу Разберешься Электроник подошел К столу Со схемой Оставив Ульяну Злиться в одиночестве Ходи первая А это кто Из девчонок Вообще Хотя на всех картах Одна Ульяна Я надеялся Что быстро Смогу Вникнуть В игру И Лена Смотившись Еще больше Чем обычно Потянулась К моим Картам Но на середине Стола Ее рука Застыла Ты будешь Точно Я жду Защищать А это Туза Феруза Ну что там Говорил Электроник Чтобы попытаться Заботать соперника Можно поменять Карты местами И так Два раза А можно не менять Защищать мне Эту карту Или нет К тому же я могу Сразу согласиться И отдать ей карту Которую она Выбрала Где-то Какую-то кнопку Надо нажать Игры защита Робная игра Это понятно Тут как-то Можно согласиться Не согласиться Что-то надо нажать Ладно Ну мы защищаем Типа Карту Она Конечно Перешла на такое Совсем Тройка Что-то там Про тройку В правилах Вообще было Тут и девятка Ну ладно Так Лево Становилось Понятно Теперь моя Чуть Могу вернуть Карту Девятка Это вроде бы Неплохо Пар у меня Никаких нет Узнать Давай Я нам Может Против защитить Защищать Она не стала Значит Дальше Другое Ага Шестерка Наверное Что-то херовое Получилось Что я поменял Шестерку на шестерку Да Электроник До этого Лишь молча Наблюдающий За игрой Ну кивнул Ладно Разобрались Что к чему Угу Вскрываемся Что смешного Да нет ничего Ага Вскрываемся Держишься Из последних сил Чтобы не прыснуть Я ответил А он пристально смотрел На меня И продолжил И мы смотрим У кого лучшие карты Короче Да 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 Пропустить турнир Проиграть Лени Ну ладно Мы там Типа Ревнуемся С Алисой Давай Играть в турнир А Лени Нужно проиграть Чтобы выйти На хорошую концовку Лены Лен Хорошую концовку У всех девчонок Собрать нереально Всегда будешь При первом прохождении Получать какое-то Дерьмо Два Три Четыре Есть Я не знаю А если пятерку взять Тут будет какая-то Прикольная комбинация Или нет То у нас тут Туз Дама Хорошие карты Никаких пар Нету Но надо вроде бы Пары собирать Так что Двойку Двойку давай Все Так Забирай Ничего Она там Бля Ну пара есть Пара есть Уже неплохо Стройку можешь Я думаю Забрать Не страшно Захват Бери Бери горя Восьмерка Бибач Ну давай Подымать Я сейчас Их поменяю И она На восьмерку Перейдет Нет Четверка Эй нет Это у меня пара Извините меня Так ты ж Сука Отдай Отдай Говорю Отдай кому говорят Ух ты Ядрить С пулеметом Так Две двойки У нее есть пара Вообще у нас Нихера Непарные карты Просто Пиздец Ну пятерку Я например мог У меня было бы Два Четыре Пять Шесть Семь Че там Че там было Два Три Четыре Пять Шесть О господи В итоге Победа Хорошо Я победил Вот уж действительно Трудно играть в игру Только что придумать Да еще и Не тобой Но я выиграл Правда радость победы Немного омрачала То что проигравший Оказалась Лена Она и без того Была не особо уверена В себе Теперь мне даже Неудобно было На нее смотреть Возможно Следовало бы Таки проиграть Чтобы повысить Ее самооценку Но я же Поспорил с Алисой Электроник тем временем С гордостью объявил Что первый тур Окончен Ну Лена может И рада была бы Тут же выйти То есть И поучаствовала Как бы И все Если уж она не хотела Например Я так скорее А Женя выиграла Ух ты Алиса Алиса тут будет Чемпионом Я так понимаю Через некоторое время На ватмане появилась Схема участников Второго тура Пары полуфиналистов Составили Алиса, Женя, Ульяна И я У меня вырвался Обреченный Вздох Ты же выиграл Дурень Посылка От Паши Киномана Едет Прекрасно Надеюсь Это что-нибудь Нужное А то он Все время Разыгрывает Какую-то Фигню Интересную В основном У меня Вырвался Сдох И тут же Напротив Сел С Ульяна Вот я Проиграл В прошлом Хэ Говорит С улыбкой Души Она Уставилась На меня Как-то ты Лену Обыграл Жульничал Наверное Я же не ты Просто умею Играть в карты Пусть она Хотя бы Так думает А ты Как Шурика Обыграла Ульяна Махнула рукой Показывая Как это было Просто Пригрозила Что вступлю В его клуб И снова Широко Улыбнулась Будешь мне Поддаваться И не надейся Ну вот Тогда я Сама буду Выбирать Какую карту Тебе Отдать Ты правильно Слышала Да плевать Похоже Я действительно Это мало Волновало Ладно Тогда давай Я буду Отдавать Тебе только Те карты Что выберу Сам Отдавать Только Те карты Что Буду Договорились Водушевленной Победой В первом туре Я решился На этот Опасный Шаг Можно было Ввязаться В спор Позвать Электроника И в конце Концов Настоять На своем Но я Почему-то Был полностью Уверен В исходе Этой Партии Да Мы нарушали Правила игры Но находились С Ульянкой В равных условиях Я не понимаю Сейчас Что-то вообще Поменяется Я посмотрел На электронику Время начинать Второй тур Скомандовал Он Я аккуратно Открыл карты Стараясь Не дать Ульянке Заглянуть В них Что-то вообще Поменяется В правилах Или нет Мой Кот Ой Такой Длинненький Догой Давай Приесть Так Ну Блин Что-то там Про тройку Говорилось Или Пара Тройка Имелась Наверное Имелась Пара Тройка А не Карта Три Да Точно 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 Три Карты Это Самое Крутое Захват Значит Сначала Мы Что-то Берем Нет Фаза Игры Захват По идее Захват Я должен Брать Подожди Мы Решаем Какие Карты Даем Вот Этого Я Тогда Вообще Не Понял Я И Сейчас Этого Не Понял Она Хочет Отдать Мне Эту Карту А Я Захотел Я Отдал Ей Тройку Других Мне Брать Нельзя Или Я Леня Тогда Проиграл Потому Что Это Пиздос Какой-то Может Я Лени Проиграл Не Понял Нихера Может И Так Не Помню Нихера Значит Надо Только Это Брать Больше Ничего Захват Захват Опять У нас Есть Два Короля У нас Охеренная Пара Валет И Дама Ну Давай Семерку Бери Восьмерка Собирай Обратно Нахер Надо Обще У меня Вроде Неплохие Вещи А Это Моя Тройка Вернулась Как же Ей Легко Было Победить Главное Пару Было Не Всрать Я не Знаю Есть Тут Рандом В Картах Или Нет Но Хренота Короче Вообще Хренота Ладно Эй Так Нечестно Ты Должен Был Поддаваться И Проиграть От Недовольства Она Надула Щеки Стала Похожа На Колобка Давай Переиграем Только Ты Теперь Поддавайся Слышишь Я ее Слышал Не только Я А весь Зал И даже Электроник Никаких Переигровок Ульяна Не обратила На него Ни малейшего Внимания Ты Ты Должен Проиграть Я Я Вообще С тобой Не Собираюсь Играть Второй Раз Спокойно Сказал Я Ах Так Да Так Тогда Я всем Скажу Что Ты Колисе Приставал Сказала Она Шепотом Че Я Перегнулся Через стол И грозно Посмотрел На нее Значит Подслушивала Не Подслушивала Просто Мимо Проходила В конце Концов Сыграть Лишний Раунд Это Куда Лучше Чем А Ведь она Может Че Еще Один Раунд Бля Я Вздохнул Обратился К Электронику Переиграем Ничего Страшного Ну Как Знаете Он Пожал Плечами И так Матч Реванш Начался Да Бля И Че Тоже Будем Поддаваться Будем Поддаваться У Меня Есть Пара Двоек Это Мы Лучше Сохраним Хоть Какая Это Пара Если Твоя Двойка Выйдет Вообще Будет Неплохо Держи Тройку Ненужную Шестерка Пять Шесть Держи Пятерку Ненужную Десятка Держи Десятку Ненужную Пятерку Фейл У нее аж Две пары Охуенно В принципе А я Обе пары И дал И тройку Я и дал И шестерку Я и дал Кто ж Знал Как-то мог Я на это Повлиять Хотя бы Один раунд Я выиграл Блядь Ну ладно Не знаю Чистая рандома Не игра какая Интересно А с Алицией Тоже были бы Какие-то новые Правила Извините Конечно Хотя нет Там все честно Должно быть Это же Суперфинал Я вышел из столовой Спать Ложиться было еще рано Так что небольшая прогулка Показалась Отличным вариантом Должно правиться Прогуляться Так Насколько я знаю У нас на пляже Вроде бы Лена Сейчас нам Выборов Никаких делать Не нужно Сцена Медпункт Медпункт Что вообще Это у нас Одно место Спортивная площадка Куда бы Блин Сходить На площади Надоело быть На пляжу Окей Была Лена Мы знаем Надо хоть что-то Другое Медпункт Там Виолетта Ну Господи Скорее всего Ничего интересного Там не будет Спортивная площадка Спортивные места Мне ну вообще Не охота Там может Что-то Может там С кем-то Встретишься Там Не знаю Поговоришь Может быть Но Что делать На спортивной площадке Интересно Сцена Лодочная станция Стоянка Интересно Стоянка Стоянка Насколько Сцена Стоянка Лодочная станция Лодочная станция Наверное Тоже Отпадает Такое место Не особо Ну Оно Прикольное Оно Прикольное По-моему От пляжа Мало Чем Отличается Сцена Не знаю Стоянка Кажется Интересно Это опять же Куда-то Снаружи Так идешь Типа Не знаю Может он хоть Подумает О чем-нибудь Интересном Снаружи Лагере Хотя Забанов На территории Лагеря Типа лес Но Ружье Это стоянка На самом деле Сцена Сцена Тоже кажется Интересным Тоже кажется Что там Делать Потом Сцена Насколько я знаю Сцена Наверное Должна быть Это как Ю Алиса Станция Не знаю Стоянка Кажется Самым Загадочным Местом Пожалуй На данный Момент Алина Стоянку Не знаю Зачем События Прошедшего Дня Все еще Ярко Мелькали У меня В голове Чертов Никому Не нужный Обходной Глупый Турнир Сейчас Мне не хотелось Ничего делать Ни с кем Разговаривать И даже Собираться Со своей Непростой Ситуацией Разбираться Не было никакого Желания Я вышел на площадь Уселся на лавочку Ставился на памятник Генда Я же на стоянку Нажал Я промахнулся Что ли Слышь Подожди Можно назад Куда же направишься Что-то я Блять не понял Стоянка Ё Серьезно Ладно Видимо Все правильно Не хотелось Ни с кем Разговаривать Так Я вышел на площадь Уселся на лавочку Уставился на памятник Генда Не знаю Сколько я так сидел Но из раздумий Меня вывело Назойливое Скрикотание Сверчков Я встал И бездумно Направился Куда глаза Глядят Зачем Это интерлюдия Была Автобусная Остановка По какому-то непонятному Слечению обстоятельств Второй день подряд Вечером я попадаю Именно сюда Может быть Подсознательно Надеюсь Что здесь Меня будет ждать Автобус Который везет Обратно в привычный мир Вряд ли С другой стороны Чем черт не шутит Уже стемнело Я просто стоял там И смотрел В ночное небо Астрономия Никогда меня не привлекала Настолько сильно Как астронавтика Мне было интересно Смотреть на рисунки Далеких сад звезд Туманности Галактик Выполненный художниками Чем разбираться В астрономических единицах Угловых скоростях И массах небесных светил Вот поэтому По солнцу Он легко определил Где находится восток Вот так вот Конечно Я бы смог найти Большую медведицу Но потеряется я в тайге И единственным Моим спасением Стало бы лишь Знание того Что мох растет На севере Вот Впрочем Не уверен Что и это бы мне помогло Поставив еще пару минут Я направился назад в лагерь Впервые за день У меня накрыла Дикая усталость Цвет в окне не горел Значит, Ольга Дмитриевна Уже спала Сраб Вчера она меня Дождалась Я зашел Тихо разделся Лег на кровать Если поразмыслить Моя ситуация До сегодня Совершенно не прояснилась В суше стиль Я весь день Занимался бесполезными вещами В реальном мире Мне бы и в голову Не пришло тратить свое время На что-то подобное Хотя как раз там У меня этого времени Было хоть отбавляй Насколько его тут Совершенно неизвестно Может быть целая вечность И может всего несколько минут Мне не хотелось больше думать О прошлом О том, как я попал в этот лагерь Впервые за очень долгое время Я по-настоящему устал Не только эмоционально Но и физически Психологически И бог знает как еще Я хотел лишь Чтобы от меня все отстали В первую очередь Мои мысли Вот Здраво Говоря про его мысли Это здраво Хотел Чтобы все Разрешилось как-нибудь Само собой Ну или по крайней мере Без моего деятельного участия А вдруг я тут навсегда Когда придется привыкать Так просто Я не готов Эх Сознание улетало все дальше И все сложнее становилось Концентрироваться на чем-то конкретном Наверное лучше отложить на завтра Я перевернулся на другой бок И заснул Ну что ж Надо же Даже трех часов не прошло Но мы прошли два дня Насколько я понимаю Тут их будет четыре На этой концовке На этом мы остановимся А как тут сохраняться? Вот Не знаю Либо сегодня вечером Может быть даже Допродолжим Либо завтра Собственно говоря А так пока Можно прогуляться Подумать о еде И дать немножко отдохнуть Голосовым связком Что это я такое нажал Интересно В любом случае В любом случае Сейф есть Там будет видно Эх Ну пока что Он прям сразу Сук Такой же противный Я Я не представляю Как надо любить Эту игру Каким надо быть Блин Человеком Чтобы взять И проходить на другие Там концовки Там это И так далее Потому что Главный герой Просто Такой Блин Конченный Я не знаю Просто какой-то Кошмар Ну а пока Пока Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok